МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Чем более затянута война, вот сообщение последних дней. Продолжается наступление вооруженных сил Украины в Курской области. В Белгородской области сегодня утром ввели режим чрезвычайной ситуации федерального характера. При этом кризис на Курском направлении не останавливает же наши войска. Мы продолжаем двигаться и работать на территории всей так называемой Украины. Тем настойчивее европейские политики предупреждают сограждан. Российская армия, если ее не остановить, следом непременно пойдет и сюда. Россия явно готовится к затяжному конфликту уже с Западом. Стоит Путину в Украине добиться успеха, и аппетит может прийти во время еды. Нам надо быть готовыми к войне не позже 2029-го. Уже через пару лет россияне смогут пожаловать и в другие страны. Прежде всего к ближайшим соседям России. В Литву и вот в Польшу, в Финляндию и в Эстонию. Мы объехали самые уязвимые точки на карте ЕС, в которых, по версии военных экспертов, якобы и может вспыхнуть новая война в Европе. Это Нарва, самый русскоязычный город Европы у границы с Россией. Ему давно пророчат роль второго Донбасса. Это Сувалгский коридор, самое тонкое место, отделяющее Калининград от подконтрольной Москве и Беларуси. И приграничье Финляндии. Из всех западных стран еще вчера наиболее дружественной, теперь же чуть ли не самой непримиримой к Кремлю. Почти всюду в этих местах мы увидели общее предчувствие войны. Когда этот сумасшедший рискнет атаковать одну из стран НАТО. Люди начали готовить боеприпасы. Надежду на НАТО! Воевать в окопах нам не приходилось. Это на 360 градусов новый опыт ведения войны. Старые травмы советского прошлого. Мама сказала мне, что к нам в страну пришли русские. Самый худший народ в мире. И новые трудности в экономике при закрытых границах. Миллиарды евро. Это катастрофа. Но есть и разное. Пока одним европейцам в местных русских мерещится пятая колонна, а русские сюда придут. Другие россияне здесь с Россией готовятся воевать. Я не стал бы просто так сдаваться. Но коли завтра в бой. Без всякого смущения заявляют, что Россия якобы намеревается напасть на Европу. К чему это Москве? Вы сбриндели совсем, что ли? И что стоит за этими речами? Они должны вообще отдавать себе отчет, с чем они играют. И как воспринимают их рядовые европейцы? А если все всерьез, готовы ли они к войне? Вы живете в России или Беларуси? Вы классный специалист в своей области и знаете, что заслуживаете достойного уровня жизни в правовом государстве. Вы решили переехать в Европу, чтобы работать там и дышать свободно. Но у вас нет четкого плана действий, а главное – джоб-офера. Значит, пора обращаться к компании Интермигра. Здесь вам помогут устроиться в Германии на сильной позиции у немецкого работодателя. ФРГ – единственная страна ЕС, которая упрощает переезд для профессионалов. Германия – лидер по количеству выданных гражданам России паспортов и ВНЖ. Более полутора миллионов вакансий в стране не заняты. С 1 июня этого года начал действовать новый тип немецкой визы для поиска работы – карта шансов. Процесс трудоустройства упростился в разы, потому что немецкие компании намного охотнее берут тех, кто уже находится в Германии и обладает разрешением на работу. Карта шансов дает возможность до 12 месяцев находиться в ФРГ. Этого времени достаточно, чтобы устроиться и начать новую жизнь. С этой визой можно легально работать до 20 часов в неделю или устраиваться на пробную работу. При получении оффера она легко конвертируется в любой из рабочих ВНЖ без выезда из Германии. Важно! Для специалистов, чья квалификация эквивалентна немецкой, например, тем, чье высшее образование признается в Германии, а это подавляющее число вузов России и постсоветского пространства, нет требований к знанию языка при подаче. Прием документов открыт в России. Интермигра официально зарегистрированная немецкая компания в команде опытные миграционные юристы, которые в курсе всех новых процедур и нюансов и знают, как составить вашу заявку идеально. Вас не оставят без помощи в обустройстве в новой стране. Если понадобится, организуют карьерные, страховые и налоговые консультации, откроют счет в банке, сопроводят на прием в любое госучреждение. Первая консультация по релокации бесплатная. А по промокоду вы получите скидку в 10% на помощь команды Интермигра в оформлении карты шансов. Проходите по ссылке в описании и читайте все подробности. Хотят ли русские войны? Если еще два года назад, когда началась война в Украине, я всем, кто говорил, вот это скоро будет и в Эстонии, я всем говорил, да ну, это смешно, то сейчас даже я начал сомневаться. А если начнется? Предположим, что Россия захватила, да, оккупировала Эстонию. Она от этого моей страной не перестанет быть. Ты будешь и под такой оккупацией жить? Да. разделим ключевые зоны ответственности НАТО на три части. Первая – российско-финская граница. Вторая – это границы Румынии, Украина. А третья – Центральная Европа, Польша и Балтия. Так вот, самый уязвимый элемент обороны НАТО сейчас и в будущем – это именно наша, третья часть. Вы приехали специально с другого конца Эстонии. Да, посмотреть парад. И здесь Руссия пахнет. Я приехала ее понюхать. Какой запах у Руси? У России такое, знаете, чувство порядочности, гордости. Такое широкое, широкого, такого доброго, такого, вау! Скучаете по России? Еще бы, я же в таком фашистском городе. Этот концерт посвящен Дню Великой Победы, да? Я считаю, что они уже давно предали память своих предков, воевавших за освобождение Европы от фашизма. На всем протяжении границы России и Евросоюза это во всех отношениях самое узкое место. Справа российский Ивангород, слева эстонская Нарва, и между ними война идет уже второй год, ну, каждое 9 мая, как сегодня, пока война за историческую память. Вы не случайно слышите сейчас Катюшу, прощай любимый город, до этого был певец-шаман. Всем этим с российского берега подчуют эстонский, вернее, русскоязычное население Нарвы, его здесь больше 90 процентов. С точки зрения официального Таллина, после Второй мировой немецкую оккупацию здесь сменила советская, но эти жители Эстонии верны прежним праздникам. Вот празднователи пришли на берег, смотрим парад, смотрим концерт, там будет сделана сцена. Мы отмечаем День Победы в условиях проведения специальной военной операции. Это всемирный праздник. Все ее участники, те, кто на передовой, на линии боевого соприкосновения, это наши герои. Запреты на ленточку, на песни, на знамена, на символику. Ради чего воевали деды? Даже не на символику, а на убеждение. Мы преклоняемся перед вашей стойкостью и самопожар. Восемь лет терзали Донбасс и никого не волновало. Когда Путин сказал, да сколько же надо защитить Солонских. Никому не позволим угрожать нам. Наши стратегические силы всегда в боевой готовности. Что есть Эстония? Клочок земли, на которую только один пук российский и Эстонии не будет. За Россию! За победу! Ура! 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 бомбочку бросим. Ура! 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 Вы правда верите, что может грянуть здесь война? Правительство, извините меня, прямым текстом, да пи***ет точно. Эстонские власти в ответ на стены крепости вывешивают украинские флаги и плакаты вроде «Путин – военный преступник». Это позиция эстонского государства и Европейского союза, который объявил Путина военный розыск. Вот, собственно, плакат. В прошлом году вы его уже увешивали. Был скандал. Ходили россияне к эстонским пограничникам, возмущались, пожимали плечами местные власти. Зачем лезть на рожон? Вот говорят, правильный вопрос. Ваши сограждане. А я так не считаю. Нарва, она неоднородна. И очень многие люди и в прошлом году, и в этом году нам же успели сказать спасибо за этот жест. Это выходки ПТУшницы. Вот возмущены до предела. Идиотов на свете много. Россия сейчас переживает сложный, рубежный период. Судьба Родины, ее будущее, зависит от каждого из нас. Я не думаю, что тот всерьез думает, что собирается вывать с Франции в Германию. Для него это было бы даже для Путина тулач. А страны Балтии, да, причем постоянно слышатся разные сценарии. Типа вот Нарвская Народная Республика объявляет, что русских угнетают. Выступает в состав Российской Федерации. Соответственно, на нее распространяется ядерная защита. Путин говорит, вот это наши люди. Народная говорит, а как же, Путин говорит, а мы их будем защищать ядерным оружием. А больше, мол, им ничего не надо, но попробуйте отвоевать город, сбросим атомную бомбу. И у нас тогда две опции. Одна, когда в Вашингтоне и Париже говорят, слушайте, не будем же мы ради миллиона эстонцев затевать ядерную войну. Пусть русские заберут себе Нарву. И это тот момент, когда пятая статья устава НАТО, вместе с самим доверием к НАТО, летит в мусор. А это, на Ваш взгляд, реалистичный сценарий? Это реальный сценарий. Ведь второй вариант какой? Запад говорит, окей, у Вас ядерное оружие, и у нас ядерное оружие. И вот НАТО без оглядки на угрозы выметает из Нарвы вошедшие туда российские войска. И что тогда? Путин теряет пару тысяч солдат. Так он уже потерял больше ста тысяч бойцов в Украине. И по-прежнему у власти. Он диктатор, идущий на риски, на которые никогда бы не осмелился ни один западный политик. Но зачем Путину условная Нарва? Вы что, реально предполагаете, что мы собираемся завоевать Прибалтику, используя ядерное оружие, что ли? Что за бред? Есть очень простой ответ. Путин, значит, хочет, чтобы Европа не поддерживала Украину. Соответственно, вот он угрожает ей таким сценарием. И это его классическая технология. Когда он залез в какой-то конфликт, который он не может разрешить, он повышает ставки. Например, вот он не смог откусить Новороссию, устроил Сирию. Я думаю, что все сложнее. И я думаю, что, во-первых, Путин – оппортунист. То есть реализует он или не реализует эти или любые другие сценарии, зависит исключительно от того, будет ли он считать, что их возможно реализовать. Присмотримся, впрочем, внимательней к тому русскому миру Эстонии, на который, возможно, Москва рассчитывает в случае агрессии. Сегодня праздник, сегодня такой праздник, великий праздник. У меня отец воевал. У меня отец восстанавливал Эстонию. Строил ее, поднимал. Не оккупировал, как говорят они? Так говорят. Я смотрю, вы при полиции спокойнее. А потому что он загребут, как некер, делать. Мы пока все нейтральны по одной простой причине, что у нас нельзя разговаривать. Нельзя разговаривать? Да. Не чирикай, а живешь спокойно. Они молчат, потому что сейчас мы написали законопроект. Он сейчас пойдет, наверное, туда для утверждения, что если они русские подданные, и если ведут себя неправильно, то их вышивают. А если они скриминальный бэкграунд, так сказать, то они пойдут в тюрьму. Почему за столько лет Таллин не смог расположить вас к себе? Ну, нарвский избиратель, его, в принципе, не так много, потому что большая часть жителей – это граждане России и неграждане, то есть люди с серыми паспортами. Нарвит граждан Эстонии примерно половина от всех жителей. А половина города – это неграждане? Другая половина, да, это неграждане и граждане России. То есть это значит те, кто не освоил эстонский, те, кто не поддавался на гражданство? Да. Да. Нормально все. То есть избирателей, в принципе, мало. Так повелось, что там, где говорят, есть демократия, ее там нет. И там, где есть свободное слово, ее тоже там нет. Но у вас в порт приписке страна, по вашим словам, без демократии? Солнцу рассказывают. И эти люди, они в таком режиме, получается, заложников, что ли? Ни наши, ни ваши? У них, да, такая пассивная роль, они как бы живут в тех условиях, которые им создают другие. Думаю, русским в этих рядах действительно не составило бы труда в случае полномасштабного конфликта отыскать достаточно коллаборационистов. Как однажды это уже было в Приднестровье и на Донбассе. Россия! 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 Не оставляй нас, Путик! Помоги нам! Россия! Россия! Нам нужна Россия, нам Киев больше не нужен. Да, но если взглянуть на то, какие настроения в Донецке царили в 2014-м, то ведь большая часть населения тоже испытывала апатию. Люди не хотели иметь ничего общего с политикой. Я бы сказал, что в Нарвии львиная доля жителей ощущает прежде всего ту же апатию. Им не интересны ни те, ни эти. И в этом большая проблема, чем в рьяных сторонниках Москвы? Именно. За счет этого безразличия мелким группам и удается очень быстро взять ситуацию под свой контроль. При том, что эстонцев в эстонской, казалось бы, Нарве, в лучшем случае процентов 10, на посту главы города все последние годы почти всегда оказываются они, а не русские. Новый же бургомистр Яан Тотс корнями и вовсе из руководства эстонской спецслужбки. Его биографией есть даже Академия ФБР. Как сказали бы в соседней России, совпадения не думаем. 9 мая на набережной Нарвы тысячи людей, подпевающих певцу-шаману и аплодирующих Владимиру Путину. Мы вроде бы находимся в Эстонии. Что это было? Люди посмотрели, как концерт есть. Почему против? Просто послушать музыку? Ну да. Вы хотите мне слышать что-то, что я чего-то бою, что у нас здесь нервная ситуация? Нет. Из моего кабинета видно Россию. Никаких соборов, никаких ограничений. Все спокойно. Открывает прохождение техники легендарный танк Великой Отечественной войны. У вас есть опасения, что война сюда вернется? Ты чего? Россия земли выше крыши. Россия это точно не нападет. Россия не нападет? Нет. Ну, на Украину же вот пришли мы. Чего? Пришли. Кто пришел? Кто? Это Украина. Сама к себе пришла? Да, конечно. Вы один из немногих, 6% эстонцев, да, по-моему, живущих в 50-тысячной Нарве. Каково это? Нормально. Русские нормальные люди, ничего страшного с ними нет. Если такое количество людей приходит послушать певца-шамана, а не эстонскую музыку, значит вы, эстонские политики, вы 30 лет в Нарве были в политике, что-то не сделали, чтобы быть услышанными этими людьми? В чем причина? Да, а приходите на наши певцовские праздники. Эстонское меньшинство Нарвы, русских соседей, этим вечером отвлекало концертом. К тому 9 мая, которое официально тут именуют теперь Днем Европы. Это Днем Европы, да, где там берегу Днем Европы, на другой берегу реки. Сейчас, сегодня, День Победы, как мы знаем. Мы были там и там, здесь сейчас, ну, несколько сотен человек, там несколько тысяч. Вы себя в своем городе не ощущаете в России? Обязательно нет. Я думаю, что здесь сейчас все-таки побольше народу, там еще за палаткой люди стоят. Ну, я не думаю, что пенсионеры все поддерживали бы Путина. Ничего подобного. Вы людей в заблуждение заводите. Это вы просто верите ту неправду, которую Россия говорит. Я верю. Будьте добры, верите дальше. И верьте вы дальше. Я не верю. Но вы зря же вам верите. Вы же перестроитесь и будете совсем другим человеком. Когда к что? Ну, когда сюда придут русские. А русские сюда придут. С ихними этой херненью. Русские сами встанут. Русских преследуют. Русских заставляют учиться на эстонском. Кому он нужен эстонский язык? Я подчеркиваю, что в Эстонии нет такой пятой колонны, который мог в Эстонии продать. Если вдруг дойдет до войны, как здесь, думаете, будут россиян встречать? С лагами. Я как минимум угощу их чаем, потому что люди с автоматом, вообще-то, ну, лучше их чаем угостить, чем не угостить. Как россиян будут встречать? Да. Вот так. Я встречу с объятиями. С объятиями встретите? Да. Я думаю, что, скорее всего, идея Путина заключалась в том, что он Киев возьмет за тренер, украинская армия присоединится к нему, а уже вместе они пойдут в легкую прогулку к берегу Балтийского моря. Я думаю, что он сейчас очень жалеет, что он с стран Балтии не начал тем или иным способом, потому что прогулка была, несомненно, гораздо более легкой. Российский интернет все чаще сталкивается с ограничениями. Нужные сайты не открываются. Ютуб на грани блокировки. Тем не менее, VPN все еще работает и остается законным и главным средством для приватности и свободы в сети. VPN наружу. Это умный VPN, который не надо выключать. Он открывает одновременно и российские, и зарубежные сайты за счет умного распределения трафика. При этом неважно, в России вы или за рубежом. Открывает все и отовсюду. Настройте один раз, и он будет работать сам, когда это необходимо. Вы получите доступ к свободному, нефильтрованному интернету. Как в старые добрые времена. VPN наружу безопасен и защищен от блокировок. Он доступен на всех устройствах. У сервиса отличная поддержка. В чате быстро отвечают живые люди. Они помогают в сложных случаях. VPN наружу – это высокая скорость интернета, неограниченный объем трафика, возможность подключения до 10 устройств одновременно и выбор из 19 стран. Все это доступно по единому тарифу от 290 рублей в месяц. VPN наружу можно попробовать бесплатно на 7 дней без указания данных карты. Достаточно ввести имейл. По промокоду TVRain действует скидка 20% на первый платеж. VPN наружу. Ваш проводник – свободный интернет без границ и ограничений. Мы готовы к блокировкам. А вы? Все подробности в описании. Привет. Спасибо, что смотрите этот репортаж. Поддержите работу журналистов «Дождя», чтобы мы снимали и выпускали больше подобных фильмов. Мы верим, что они важны и нужны. Надеюсь, и вы с этим согласны. Наши зрители в России не могут помогать нам из-за статуса нежелательной организации. Поэтому в первую очередь я обращаюсь к тем, кто живет за рубежом. Поддержите «Дождь» и независимую журналистику. За себя и тех, кто в России. По ссылке в описании вы можете оформить регулярный донат и в любое время отменить его. Спасибо. Мы помним, как еще лет 7-8 назад после Донбасса и Крыма аналитическая группа РЕНД публиковала исследование, согласно которым российской армии понадобилось бы от 30 с небольшим часов, чтобы оккупировать любую из стран Балтии, дойти до Балтийского моря. Ну, добавлю, что мы и в Польше тогда прогнозировали. В случае агрессии против нас, россияне за 40-60 часов дойдут до берегов Вислы. Перед нами маячила та же угроза. Она была связана с неготовностью НАТО отражать российскую агрессию. Больше того, и сейчас НАТО к ней не готова. Хотят ли русские войны? Обычный русский человек войны точно не хочет. Он точно ее не хочет. Все это связано с политикой. А если начнется? Даже не знаю, что буду делать, ей-богу. У меня дочь живет в Штатах. Оттуда следит за тем, что у нас тут на Востоке Польши творится. Она в ужасе. Прилетает каждый год. Всякий раз, когда что-то случается, говорит «Собирайся, переезжай». Но я-то свой дом не оставлю. Главный источник не только польских тревог. Здесь, у самой границы Польши с ее соседями. К северо-востоку от города Сувалки находится самый короткий сухопутный отрезок между Россией и Беларусью. И если атаковать эту территорию со стороны, например, Беларуси, это было бы самым быстрым способом перерезать коридор и отсечь всю Балтию от остальных стран НАТО. Но то, что при взгляде на военные сценарии внушает такой ужас, тут внизу на земле оборачивается полной безмятежностью. Польские Сувалки – тихий, сонный городок, которым пока в Варшаве предостерегают о войне. Мирная жизнь идет своим чередом. Там давно перестроенный под жилье гарнизон русской еще императорской армии. тут местный костел, вот как раз начинается воскресная служба. Сувалки – это такое, по-моему, ультрапольское место в хорошем смысле этого слова. Но это город, который всегда находился как бы на геополитической развилке. Была такая известная статья в «Политика», по-моему, когда назвали Сувальский перешей к самым небезопасным местам в мире. Это вот главная улица Сувалок. А еще она же во времена Российской империи соединяла Санкт-Петербург, Вильнюс и с другой стороны Варшаву. То есть уже тогда это был важнейший тракт. При всей провинциальной благостности значение Сувалок стратегически трудно переоценить. Это игольное ушко на европейской карте. Через него сейчас вот тянут железные автомобильные дороги, которые через несколько лет должны будут соединить Центральную Европу и страны Балтии, Финляндию. В 90-х при Горбачеве и Ельцине во времена романтических отношений России с Европой Москва надеялась договориться лишь о том, чтобы такую же дорогу провести тут, между Минском и российским анклавом Калининградом. но даже тогда не договорились. Теперь же опасаются многие в Варшаве. Москва и не станет договариваться. Несколько лет назад Путин демонстративно для Запада проводил большие военные учения с Белоруссией. 200-300 тысяч человек. А я заметил, что почему-то вооружение, войска подходят все ближе и ближе к границе с проходом Сувалки. И из Калининграда тоже. Вы считаете, что они отрабатывали захват Сувалки? Абсолютно. Слушай, это я знаю все. То есть проход это закрыть? Вы считаете, это реальная угроза? Это осуществимый сценарий? Абсолютно. А сколько у нас все время они вякают про эти Суванский коридор? Сколько тут километров до России? Около 90. Практически ничего. Зря они себя так ведут. В этом году в немецкую газету Bild были слиты некие секретные якобы планы Бундесвера. Это плюс-минус точный сценарий того, как в НАТО собираются отражать российское вторжение в ваш регион. Да, я его видел. Так вот, согласно сценарию Бундесвера, Россия загодя перебрасывает дополнительные войска в Калининградскую область, приводит там же в боевую готовность ракетные комплексы «Искандер» с дальностью до 500 километров. По некоторым данным, они уже начинены тактическим ядерным оружием. А затем Москва стремится одновременно войти в Сувалгский коридор с двух сторон – с помощью войск, расположенных в Беларуси и под Калининградом. В ответ на это, в свою очередь, НАТО пытается экстренно перебросить в Литву и в Польшу дополнительно 30 тысяч солдат. Как эти сценарии воспринимаются жителями самих Сувалок? Да, у нас все это обсуждалось, но какие инструменты есть у местных властей? Они же не отвечают за оборону. Мы можем лишь настаивать на том, чтобы правительство Польши направило в Сувалки больше войск. И оно это уже делает. Мы видим, как плотно здесь стали перемещаться натовские военные. Ну, просто потому, что это заметно даже на улицах Сувалок, на железных и шоссейных дорогах вокруг. Люди обсуждают какие-то вещи, глядя на карту, не очень понимая, о чем они разговаривают. Я вот был в Сувалках дважды, один раз в прошлом году, просто специально проехал на своей машине по этим дорогам, по которым якобы должны двигаться там колонны Красной Армии. Что вы увидели? Да ничего, это нормальные дороги вот такой ширины, вот как бы с хорошим асфальтом, но идея, что по ним смогут пройти сотни танков, она смешная при противодействии авиации, ракет и так далее. Их просто будут сносить с этой дороги. Я был командиром 16-й польской дивизии, размещенной там же, в Мазурии, в районе Сувалок. Мы часто проводили локальные учения и никогда не нуждались в дополнительных войсках. Сам ландшафт устроен там таким образом, что его и не нужно особо оборонять. Мы в гостях у Лукаша и Юстины Дражба. Это глухие места на самом северо-востоке Польши. Вообще кажется, что людей здесь сильно меньше, чем зверей. Ну а у ребят тут свой агротуристический бизнес. И если вы хотите узнать, вот каково это жить так у самого железного занавеса, то вот ответ. Среди их гостей туристы из Великобритании, Мексики, США, Польши, конечно же, и никого из России. Хотя до нее отсюда полчаса. Это река Распуда. Она тянется на 100 километров, а маршрут для байдарок на 60. Природа здесь одно наслаждение. Покой, тишина, плеск воды, пение птиц. Вот действительно бросается в глаза этот невероятный контраст. Потому что когда ты находишься вне Польши, ты постоянно видишь какие-то статьи, военный анализ, сценарии того, как здесь разразится Третья мировая война. У нас вот были недавно туристы с юга Польши. Хотели взять с собой друзей. Так те не осмелились приехать. Говорят, опасаются, что здесь военный конфликт полыхнет. Но ничего у нас тут такого нету. Мы вот живем прямо возле вокзала. Рядом тянется железная дорога. Так что, когда в Украине началась война, мы действительно видели колонны с армейской техникой, перегонявшиеся на поездах. И да, конечно, мы видим, как Польша вооружается. Ну вот в Олецко, это в 30 километрах отсюда, создан военный гарнизон. И рядом в Ожише теперь расквартированы американские войска. И во Вгустовке неподалеку еще войска. Но так-то все спокойно. Никаких вооруженных сил, никаких инструкторов российских даже на юго-востоке Украины нет. После начала первой войны на Донбассе, 7-8 лет назад, американская военно-аналитическая группа РЕНД опубликовала, как мы уже говорили, исследование. Согласно ему, на захват любой из стран Балтии у Москвы ушло бы тогда от 36 до 60 часов. С тех пор что изменилось? Теперь в каждой из стран Балтии от НАТО дислоцировано по мультинациональному батальону. Плюс бригада США в Польше. Канада является основной страной присутствия здесь, в Латвии, с очень заметным участием Франции. Великобритания в Эстонии, Германия в Литве. Наконец, сейчас немцы также переправляют в Литву отдельную бригаду Бундесвера. Это станет крупнейшим подразделением в регионе. И вот для него строят целые гарнизоны, плюс танковый полигон. Не случайно, именно в Литве. Географию не изменить. Такое на 90 километров разделение Калининградской области и Белоруссии. Это существует, действительно, да. Но для осуществления связи России с Калининградской областью, если напрямую, для этого России нужен не Суванский коридор. Там не будет таких артерий для передвижения. Ему нужна практически вся Литва. Хотят ли русские войны? Да, конечно. Я и сам много лет прожил в советской системе. Помню ее по своей юности. И вижу, сколь многое сейчас указывает на то, что все это к вам возвращается. Те идеи, которыми живут российские солдаты, нам их трудно постичь. Ну, то есть, бывают ведь военные люди, которым присуща человечность, некие ценности. У российских солдат их нет. Они просто пойдут вперед, выполняя приказ. А если начнется? Буду заботиться о своей семье, о своей стране. Пойду в солдаты и буду сражаться. Сражаться и не сдаваться перед этим злом. Путин еще 20 лет назад заявил, что потеря Советского Союза... ...было крупнейшей геополитической катастрофой века. Россия на масштабной войне с Украиной, она шла не один год. Не только начиная с 2014 года, но и раньше. Ну, просто казалось бы, где вы и где Украина? Потому что Литва с веков воевала с Россией. Калининградская область, рядышком у нас Беларусь. И потому люди думают, что эта беда может прийти к нам. Мы в Литве. Последние бои здесь отгремели в 50-х, когда до последнего советской власти, тут ее называют оккупационной, сопротивлялись десятки тысяч местных партизан. Они же лесные братья. По субботам где танцуете? Никто теперь не танцует. Лесных боятся. 70 лет спустя в этих лесах готовятся к новым воинам, но на старый манер. Помощь войскам, если что, окажет 15-тысячный Союз стрелков Литвы. Огромная добровольческая организация, у которой как раз сейчас здесь проводятся ежегодные состязания. Вы посмотрите, готовятся подбивать вражью технику. На сей раз не вышло, но они не сдаются. Тут 15 разных заданий. Это проверка всего, чему мы научили людей за месяцы тренировок в Союзе. Стрельбе, пересечению водоемов, и минных полей, работе со взрывчаткой, оказанию медицинской помощи, и так далее. Вы боитесь настоящей войны, которая может прийти сюда? Нет, не сказала бы, что мы боимся. Мы к ней уже подготовились. Теперь и не верится. С прежней Россией их командиры не готовились биться, а дружили, скажем, с будущим командиром ночных волков. С хирургами всеми сидели, пили водку, и потом оказалась такая ситуация. В 90-е годы? Да, в 90-м годы. Все длинными волосами, все с перснями. Но романтика, говорят, в прошлом. А завтра была война. Российский менталитет? По-моему, ваша страна отравлена до той степени, что ее уже ничего не спасет. Ни антибиотики, ни сердечно-легочная реанимация. Вот и все о менталитете. Страна погублена до скончания своих дней. Значит ли это, по-вашему, будто единственное решение? Решение военное? Решение вооружаться до зубов. Другого пути нет. У нас тут самые разные люди. Одни студенты вузов, другие успешные предприниматели. Есть мэры, и есть целый премьер-министр. Премьер-министр? Премьер Литвы в ваших рядах? Да, она тоже член нашего Союза. И что, премьер Литвы, как частное лицо, посещает ваши соревнования, тренировки? Ну, соревнований нет, а тренировки – да. Я вот работала и работаю пиар-менеджером. Пиар-менеджером? Да. А что случилось? Как вы сюда угодили? Сначала я пришла в Союз как волонтер. После 24 февраля у меня в голове как будто что-то замкнуло. Первые пару дней я вообще не осознавала, что делаю. Заваривала дома кофе, глядела в кружку, саму себя спрашивала, ты вообще чем занимаешься? Это было странное чувство, чувство растерянности. И я поняла, единственный способ выйти из этого состояния – взяться за дело. Вообще, Союз Литовских Струков – организация с большими традициями, ей больше ста лет и по-своему уникальная. Это ведь не армия, не резервисты, это нечто среднее между гражданским обществом и военными. Такое парамилитаристское объединение. Последние пару лет количество его членов растет стремительно, в первую очередь из-за войны в Украине. У нас стало на 80% больше участников. Да и в рядах Союза теперь не только литовцы, но и поляки, россияне. Россияне, живущие нынче в Литве. Да. Больше того, среди тех, кого мы здесь видим, сегодня есть и те, кто уже в Украине отвоевал. И сейчас передает этот опыт, как оказывать первую помощь, стрелять, бросать гранаты и так далее. В том числе и поэтому все это настолько близко к реальным боевым действиям. Вы живете недалеко от границы с Россией, недалеко от Калининградской области? Да. 12 километров. Что у вас происходило, когда началась война в Украине, в городе? Люди спокойно начали готовиться. У кого есть оружие и вооруженные люди, начали готовить боеприпасы. Люди начали готовиться к войне. Мы выдаем базовое оружие. Если вам нужна дополнительная амуниция, пожалуйста, многие приобретают ее за свой счет. И что, ваши ребята до того мотивированы, что тратят на это свои деньги? А кроме того, правительство дает им уникальное право держать оружие дома. Получив команду, каждый из нас в течение 15 минут выдвинется на место. Едва лишь Россия или Беларусь предпримут реальную либо гибридную атаку. Через час эти парни будут в окопах. Внезапного нападения не выйдет. Пару месяцев назад мы огласили результаты опроса. Более половины жителей Литвы будут защищаться вооруженным путем. Более половины. Пока литовские стрелки учатся плечом к плечу воевать с литовскими призывниками, в большинстве стран Европы военный призыв упразднен еще в беззаботные 90-е и по сей день не восстановлен. В отличие от России, где даже в мирные годы от призывной армии не отказывались. Это играет существенную роль. На кону видит не только обязательная воинская служба, но и армия резервистов. Указ о частичной мобилизации подписан. Если же у вас профессиональная армия, в вашем распоряжении лишь сравнительно небольшая группа людей, служащих долго, обученных хорошо, которых затем вам, возможно, тоже удастся мобилизовать. Однако у вас не будет такого количества солдат, которые необходимы для долгой затяжной войны. В Европе воинский призыв по состоянию на 2022-й сохранялся в Финляндии. Его как раз восстановили в Швеции. Он еще был в странах Балтии и в Дании. Вот и все. Лично вы, если не дай бог, случится день Икс, вы знаете, что вы будете делать? Есть у нас планы, и всем ясно, всем известно, что мы будем делать. Разумеется, мы рассчитывали пути подходов со стороны Калининграда, Белоруссии и даже через Латвию, если русские возьмутся зайти сюда со стороны Даугавпилса. Всякий раз мы учитываем эти сценарии во время наших учений. Но другое дело, теперь у нас в НАТО здесь же рядом и шведы, и финны. За счет вступления в Альянс Швеции и Финляндии, двух крупных по площади стран, у нас тут есть отныне куда большая глубина. Например, истребительную авиацию можно рассредоточить на обширной территории. Прежде всего вот здесь, на острове Готланд, в Стокгольмском архипелаге и в Южной Швеции. Благодаря этому в случае вторжения сюда россиян отныне будет, возможно, молниеносная поддержка Балтии при помощи американских ВВС. То есть попытка атаковать нас со стороны Калининграда для России теперь обречена. Это самоубийство. Пока литовские бойцы продолжают тренироваться, заглянем в гости к их сверстникам в Финляндию, на поддержку которой в странах Балтии теперь так рассчитывают. Хотят ли русские войны? Промытые пропагандой, может быть, и хотят, а большинство, надеюсь и верю, что нет. А если начнется? Очень сложный вопрос. Если сопоставить военные возможности государств Европы, сейчас мы одна из мощнейших ее армий. Финляндия одна из самых больших в Европе артиллерий. У маленького государства. У нас теперь даже больше, чем у Франции и Британии, боевых танков. Которые они в свое время купили, когда другие страны по дешевке их распродавали. Мы годами накапливали то, что называли запасными возможностями. Целый парк F-18, крылатые ракеты «Джазом», системы залпового огня с управляемыми ракетными снарядами. На все это уходят реальные деньги. И вы недавно только заказали свыше 60 истребителей F-35. 64. Это ради чего? Ради России, конечно. В Финляндии, в конце концов, призывная армия. На случай военного времени тут уже подготовлены 280 тысяч резервистов. Порядка 80 и даже больше процентов юношей идут и служат. Когда армия понесет потери, они будут их восполнять. И все это звучит из государства, что и в позднесоветские, и в раннероссийские годы, как едва ли какое еще с Москвою дружило. И, казалось, только выигрывала от такой дружбы. К ней мы еще вернемся. Теперь с тем же рвением нейтральные прежде финны вступили в НАТО и тоже готовятся к нападению с Востока. Вообще, что на что они променяли, не поняли, куда вступили. Что это у них надо спросить, я не знаю. Зритель российских госканалов сейчас наверняка бы вас спросил, вам вообще чего надо? С Финляндией у нас вообще были идеальные отношения. Вы, финны, десятилетиями сохраняли нейтралитет. Было ни одной претензии друг к другу. Никому в послевоенные годы не было дела до ваших земель. Мы войска-то оттуда все убрали с российско-финской границы. Если серьезно, вы сами не вносите всем этим вклад в эскалацию конфликта? Нет, мы хотим жить в мире. Закупая вот 64 истребителя F-35? Да, и мы никого ими не собираемся атаковать. Но нападете на нас, у вас будут проблемы. Еще ж древние римляне говорили, хочешь мира, готовься к войне. Хотят ли русские войны? Сомневаюсь, чтобы сами россияне хотели настоящей войны. Это ваше государство подталкивает их к тому, чтобы они шли воевать. А если начнется? Даже такая война не станет поводом для меня воевать против России. Среди нас тут много русских парней. Это мои друзья. Так что мне это кажется просто неправильным. Я очень хочу вот эту дикотомию, что политика плохая, простой народ, страна, это ненавижу. Но, естественно, да, всегда обычные люди более прагматичны. Особенно те, которые живут рядом с границей. Наши семьи будут вообще первыми, которые пострадают от возможного вооруженного конфликта. Бессмысленно уже думать о том, кто напал на кого, когда твой город бомбить будут. Вот самое страшное из того, что происходит сейчас, это ощущение того, что мы вот здесь, в Восточной Финляндии, как раз-таки выходим на передовую возможных каких-либо военных. И это огромный минус. Когда Финляндия была нейтральной, этого вероятность была ниже. Иван и Екатерина – члены Александровского общества Финляндии. Объединение создали для защиты прав крупнейшей в стране диаспоры. Без малого ста тысяч русскоязычных, перебравшихся сюда в куда более тихие для Москвы и Хельсинки времена. Финляндия уже вступила в НАТО, подписала ДСЕЙ. Соглашение о сотрудничестве в сфере обороны с США. Да, и которое предполагает, что на основании этого договора будет размещено на территории Финляндии порядка 15 военных баз НАТО. Вот это… НАТО и США, да. США, да. НАТО – коалиция из 32 стран, в ней разные мнения. США же смогут отреагировать куда быстрее. Это, соответственно, те самые неприятные звоночки, которые говорят про эскалацию конфликта. Но с какой стати, собственно, Путин должен нарушить границы Финляндии? Ну, Путин очень четко заявлял, что, по его мнению, у России есть право на буферную зону вокруг своих границ. Кто это придумал? Это чушь, понимаете? Бред собачий. Ты понимаешь, да, это бред. А я сама думала, что, чтобы торжение в Украине полномасштабное, для меня это тоже был бред. Так, может, это раздутые угрозы? Бред в том, что ты никогда не знаешь. Россия – это империя. Финни не просыпаются утром и думают, а сегодня Россия напастнет. Никто так не думает, и никто особо об этом не думает. Это вопрос не в том, что мы знаем, что это возможно. Российские военные рассматривают Финляндию как свой северо-западный фронт. Если они сочтут, что пора защищать Кольский полуостров и Петербург, то просто перейдут в наступление. Мы же наблюдаем за русскими. В 2017-м, к примеру, по сценарию ваших учений, российские силы, сосредоточенные на Кольском полуострове, должны были прорваться через Финляндию насквозь, к северному побережью Норвегии. И затем при помощи северного флота ВМФ России, сильнейшего в регионе, продвинуться к Северной Атлантике, изолировав Европу от Америки. А одновременно российская армия, зайдя с Карельского перешейка, должна была продвинуться на юго-запад Финляндии, чтобы расширить буферную зону вокруг Петербурга. Следом захват стран Балтии, Сувалкского коридора и, наконец, перекрытие морского сообщения на юге Балтики. И вот вся Северная Европа отрезана. Ровно в этом россияне и упражнялись. И если это ваша цель, Финляндия в такой задаче – ключевой элемент. Но как ни пытаются власти Финляндии обособиться от соседа, тут, в приграничной Лапенранте, это все еще кажется нереальным. Полвека совсем других отношений оставили в этой части страны неизгладимый русский след. Среди прочего, в местных школах. А сколько у тебя, Тимофея, в классе финских детей и сколько детей корнями из России? Я не помню. Он не знает точно, даже я не знаю. Все настолько смешано? Ну да, ну я думаю, 50 на 50, я бы, наверное, сказал так. Много семей, у которых мама финка, папа русский. То есть за эти 30 лет уже выросли целые смешанные поколения? Да, 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 очень много. Прекрасно. И все сады. Да, ну, как с керта, если хотите. Эй, встаньте, пожалуйста. Восстану. Какой у вас? Школа основана в 97-м году. Когда все поняли в Финляндии, что без знания русского, особенно в этом регионе, без знания русского языка, как бы сложно будет найти хорошую работу. Многие россияне ведь прежде чуть ли не каждый день ездили к нам, на йога-восток Финляндии, за покупками. У меня отец работал в Советском Союзе, у меня много русских подруг было и много женихов тоже русских было в свое время. У нас вообще росла масса разного бизнеса. Например, целлюлозно-бумажный комбинат в соседнем Светогорске, принадлежавший International Paper Company. Руководство фермы, гендиректор, менеджеры, даже в советские времена могли жить на финской стороне, а на работу ездить в СССР. Два паспортных контроля, две таможены, занимало у меня где-то 15 минут, от дома до работы. И так каждый день, туда-обратно, через границу. Звучит невообразимо из сегодняшнего дня. О да, сегодня невозможно представить, как такое могло бы быть между нами. Экономические связи наших стран приобрели такие многообразные формы, что вряд ли можно найти что-либо подобное в отношениях других государств, различных по своим экономическим и общественным системам. Для уникального партнерства между такой буржуазной Финляндией и таким Советским Союзом был даже изобретен целый термин. Что такое финляндизация, вот для человека, который не в теме? Ну, если очень просто говоришь, это когда у тебя есть очень большой сосед, которому нельзя говорят, а надо как-нибудь строить отношения. Не очень предсказуемый. Не очень предсказуемый. И ты тогда строишь такие отношения, ты постарайся делать так, чтобы он не слился на тебя. Сердечную встречу приготовил город Металургов высоким гостям. Ты постарайся делать так, чтобы какой-нибудь равновесий. Вы назначили нам встречу в военном музее, но тут огромное количество советской боевой техники. Мы вроде не в Ленинградской области, а в Финляндии. Ну, во времена СССР у нас существовало двустороннее соглашение с Советским Союзом о торговле. Мы закупали много разных товаров у вас, вы у Финляндии. Правда, то, что в коммерческом плане выпускал Советский Союз, в смысле качества было отнюдь не тем, что могло бы привлечь простых финнов. И тогда этим озадачили наших военных. Ну, давайте покупайте советскую военную технику. Долгое время президентом страны у нас был Урха Кекканин, политик, на собственном опыте, переживший войну с Советским Союзом. И поэтому на протяжении всей карьеры боявшийся, только бы конфликт между сверхдержавами не привел Европу к новой войне. Потому финнам тогда и казалось, будто вся эта его миролюбивая риторика по отношению к Москве для нас уместна и полезна. На торжественной церемонии присутствовали Алексей Николаевич Косыгин и Урхо Кекканин. С одной стороны, у нас был вот этот договор, про дружбу и профессиональный связь с СССР. Заключенный со Сталином в 1948-м. Да, да, и у нас было торговли очень много. Кекканина впервые избрали президентом еще в 1956-м. А затем, не без помощи Кремля, он оставался у власти вплоть до 1981-го. То есть в каком-то смысле он жертвовал частью финского суверенитета? Это можно сказать, да. Президент умел проявлять гибкость и даже поддерживал связи в Москве с КГБ. В каком смысле? Буквально? Буквально. То есть вашего президента что, окружала агентура КГБ? Ну, не то чтобы окружала, но Кекканин поддерживал прямые контакты с людьми при советском посольстве в Хельсинки, а процентов 40 его штата составляли люди из КГБ. Другое дело, что от столь прочных отношений с СССР, Финляндия, что тоже правда, получала массу преимуществ. То есть удивительная история, когда заклятые вчера еще враги превратились в ключевых друг для друга партнеров? Ну, можно и так сказать. Ползу получили и финные, и советские граждане. Одна из наших главных задач – это то, что открыть связи между финскими фирмами и советскими организациями. У меня друзья, которые по сей день вспоминают финские сапоги. Кухня, бумага. Ну, больше одежду. Это костюмы, обуви и так далее. И это все прорывалось на ура. Почему при тогдашней выгоде сегодня, эта эпоха Кекканина, у стольких финнов вызывает аллергию и смущение? Иные финны пытались тогда быть слишком дружелюбными с русскими, стремясь им угодить. Мы не были совсем честными в своих отношениях, в том плане, что мы ради торговли, ради успехов в торговле, мы не всегда открыто говорили то, что мы думали. Добро пожаловать в Финляндию. Спасибо. Как вы считаете, легче ли ехать в поезде или летать в ракете? Ну, тут есть, конечно, свои особенности специфические – ехать в поезде и лететь в ракете. 1962 год. Сотни финнов прямо здесь, на главной площади Хельсинки, приветствуют Юрия Гагарина. А одновременно на Олимпийском стадионе под опекой СССР проводится международный фестиваль молодежи и студентов. Тысячи финнов и иностранцев поют там вместе советскую песню «Хотят ли русские войны?» Поймет народ любой страны. И все это происходит ведь после того, как СССР направил свои танки в Берлин и в Будапешт после того, как возникло решение о строительстве Берлинской стены. Наконец, посреди Карибского кризиса. Так отчего ж, если попытки найти с Кремлем общий язык были возможны даже тогда, а не невозможны сейчас? Ну, надо признать, что с тем Советским Союзом образца 60-х тогдашняя Финляндия была просто обречена иметь дело ради самосохранения. Ну, то есть, говоря по-русски, вы сидели на двух стульях? Да, так и есть. К тому же, лишь 17 лет прошло к тому моменту после нашего поражения в предыдущей войне, Второй мировой. В картине российского человека 45-й год – это Красная Армия, освобождающая Берлин, победа. Все остальное за кадром. А что за кадром оставалось здесь? А здесь уже в 44-м тоже началось освобождение. То есть, псевдо-освобождение Красной Армии Польши. Фронт стал сдвигаться на запад, а тут новые порядки принялись устанавливать люди из НКВД. Грабившие, насиловавшие местных, хватавшие всех несогласных с насажденной властью. Это вот мой дядя, Юзеф Люта, сын Каэтана. Он жил здесь же, в этих краях, служил егерем. В дни августовской облавы в июле 45-го его забрали русские. Под этими крестами, рядом с городом Августовом, могил нет. Сотни поляков уже по окончании войны сгинули здесь, у советской границы, бесследно. После так называемой Августовской облавы. Партизаны, антикоммунисты, бойцы гражданской армии Краевой, тут до последнего бившиеся за независимость Польши. Сначала с немцами, затем с красноармейцами. Как и в семьях других, пропавших без вести, в семье Марьяна Люта молчали все полвека, что Польша была под контролем Москвы. Ни моя, ни другие семьи по сей день не знаем, где похоронены наши близкие. В Новой России ваши родные были реабилитированы? Что вы, конечно нет. Такой возможности никогда и не было. Еще когда я был маленьким, мама писала письма в Москву. Однако даже в 90-е годы не было никаких перемен. Никаких попыток со стороны россиян объясниться. Что касается так называемой августовской облавы, там ничего не было линейного. Все было очень сложно и взаимопереплетенно. В советской историографии тогда, в официальной России сегодня, эти люди были бандитами, диверсантами. Когда и как вы собирались уничтожить мост? Не знаю. Не знаете? В пропаганде так и говорили, да. Так говорили в ней и у нас. Моя сестра, а отца нашего тоже забрали в той облаве, училась здесь же, во Августове. И вот однажды к ним на занятия приходит преподавательница и говорит, Янка, выходи-ка вперед. Все должны знать, твой отец был бандитом. А раз отец бандит, то и учиться ты здесь больше не вправе. Вот так у нас все было. Людей гнобили. И делалось это от лица русских. У них отныне тут была вся власть. Местных никто не спрашивал, какой власти, какого пути хотелось бы им. В сердечности приема отражается одобрение советской политики, несущий мир и спокойствие на европейский континент. Мы Ленин, такой молодой и юный, октябрь впереди. Это вы здесь в Эстонии пели, когда шли 9 мая? Я могла петь, любые, да любые. А теперь? А что теперь? А теперь нам запрещено. Вот мне интересно, как это так оккупанты приехали, настроили больниц, заводов, школ, домов. Как в Нарве оказалось такое количество русскоязычных? Ну, это послевоенная история. Весь город опустел в 44-м году, перед тем, как произошло, в общем-то, его освобождение или захват советской властью. Бомбили город, в котором фактически не было людей. Нарва, которую называли жемчужиной Северного Барокко, была разрушена советской авиацией с воздуха. Очень много людей приехало возрождать. То есть это было действительно такое... Такое советское переселение народов? Да, очень-очень мощное. Не просто воссоздавать, восстанавливать. Это не совсем так. Просто отстраивать другой город, другую Нарву. Вот этих типовых хрущевок, которые вы и видите сегодня. Когда люди видят реально уже другую Нарву, они считают, что это наша Нарва. Мы сделали этот город таким, и мы должны быть в нем главными. Я всю жизнь пахал, на Эстонию пахал. Тебе есть Советский Союз, все выстроил здесь, все построил. Кто ломан в Эстонию в Втором мировой войне? Второй мировой войне. Пакт Молотова-Риббентропа. Как ты истовала? В Вторую войну вас освободили. Наши отцы и деды. Вы что-то слышали о пакте Молотова-Риббентропа? Конечно, конечно, слышала. О том, что Сталин и Гитлер разделили. Да, разделили Польшу, да. И Сталину досталась Балтия. В том числе. То есть это была оккупация? Ну, я не слышала о том, чтобы досталась Балтия. Я знала про Польшу. Но, насколько я знаю, здесь были какие-то документы о том, что происходило некое голосование о том, что они хотели. Ну, так и на Донбассе происходило голосование о том, что они хотят якобы в Россию. Но тогда это спорный вопрос, который мы с вами решить никак не можем. На Западе хотели бы забыть уроки Второй мировой войны. Ну, как можно относиться к людям, которые репрессировали, посадили мою маму в лагерь, отца, толк в родни, увезли, по 9 лет просидели в лагерях. Моя тетя, знаете, она тоже прошла через службу в армии Краевой, через лесные партизанские отряды. Так вот, она советских солдат иначе как хацапами не называла. Она мне повторяла много раз, что русские – это самый худший народ в мире, из всех, какие только могут быть. Русские? Русцы. Почему для поляков память о нескольких годах войн оказалась сильнее памяти о десятилетиях худого, но все-таки мира, который у нас с вами был? Когда я приезжаю в Советский Союз, у нас в гостях Анна Герман. За телевизионный художественный фильм «Ирония судьбы» в Рыльской Барбаре актрисы. Народная артистка РСФСР Эдита Пьеха. Меня ждут новые хорошие песни. Плачь человеку хорошо, хорошо, хорошо. Это все было наносное, нечестное? Это, наверное, было честно, потому что обычной жизни никто не отменяет. Но в целом политических иллюзий в Польше не было. Такие преступления, как облава Аугустовска, они были табуизированы, про них не можно было открыто говорить. Таким образом, не можно было проделать этого работу горя, которое вообще нужно тоже к тому, чтобы заново строить отношения с этим бывшим врагом, который вообще не стремился извиниться. И эти тлевшие обиды в 1922 году обнажились? Это точно, да. Вы можете представить сценарий, когда вы направите российские войска в Польшу? У нас нет никаких интересов. Ни в Польше, ни в Латвии, нигде. С чем нам это? Эти заново растревоженные раны из прошлого тут вообще, пожалуй, самое впечатляющее. Всюду, вдоль российской границы. Даже здесь, в этих финских краях, где, казалось бы, десятилетиями в каждой второй семье не копили обиды, а наоборот зарабатывали на соседстве с Россией, с началом боев в Украине вновь дают знать о себе память о другой захватнической войне, советско-финской. И параллели с войной нынешней. Я и сам малышом хорошо помню, как в конце ноября 1939-го сюда прилетели первые советские самолёты. На моих глазах они начали нас бомбить. Мама стала искать укрытие. И вот она тянет меня за собой, а я торможу, не спешу убегать. Хочу стоять и смотреть на небо. Мне кажется, что в небе фейерверки, потому что следом по советским самолётам открыли огонь наши зенитки. Мама сказала мне, что к нам в страну пришли русские. Они хотят нас убивать, чтобы захватить Финляндию. Так что нам на время придётся уехать вглубь страны. На вашу землю раз за разом приходит чужая армия, чтобы просто забрать эту землю себе. Для многих из нас между той войной и этой нет никакой разницы. Когда, напав на нас, СССР захватил себе часть нашей финской Карелии, когда мы согласились с этим, заключив уже после Второй мировой договор с Москвою, нам в итоге пришлось переселить с территорий, отданных Советскому Союзу, всё местное население, 400 тысяч человек. Их расселяли буквально по всей стране. В итоге всюду в Финляндии у нас найдётся сосед или друг, чья семья корнями, из финской Карелии, которую у нас забрал СССР. И хотя формально мир был заключён, у нас все знали, какая армия и какое государство находится по ту сторону границы. Мой дедушка, он воевал в войне, и когда он узнал, что я в гимназии начала изучать русский, он сказал мне, что я с тобой больше разговаривать не буду. Удивительно, что вот эти поколения, их уже давно нет. До сих пор помнят. В России же ведь тоже же постоянно это помнят. И находятся такие удивительные люди, которые говорят, можем повторить. Получается, что в каком-то смысле и мы, и они заложники своего прошлого? Думаю, что да. Так и есть. Мы все в плену у нашей истории. И всё усугубляют вновь закрытые границы. Контактов между обычными людьми снова нет. А раз так, то недоверие друг к другу у нас и у вас опять лишь растёт. И я не знаю, что с этим делать. На вопрос, что делать, страны Центральной Европы с 2022-го и Швеция с Финляндией ответили – вступать в НАТО. Сейчас у нас выбор. Сейчас мы уже члены Евросоюза, полуценная страна Запада во всех смыслях. И мы знали, что НАТО у нас примет. Глядя на сегодняшнюю Россию, мы видим совсем иную страну, нежели ту, какой она была лишь несколько месяцев назад. Изменилось всё. В Европе началась большая война. Этого было достаточно для того, чтобы полностью поменять финское общественное мнение, где люди, так сказать, с 25% за перешли к 75% за в течение трёх-четырёх месяцев. Позвольте поприветствовать Финляндию как нового члена нашего альянса. Было у всех полное ощущение, что всё. Зеленский новый черчилль. Сейчас с Путиным будет покончено. Сейчас его разожмут на куски. Как бы ещё там Россия сама не распалась. И наступила эта икория от успеха. И вот Финляндия вступает в НАТО. А господин Путин вам на это отвечает. Проблемы не было. Теперь будут. Потому что мы будем теперь создавать Ленинградский военный округ. И ведь они уже обещают утроить свои войска у наших границ. В их планах разместите в Карелии полдюжины дивизий, новые армейские корпуса. То, что российские ракеты теперь будут стоять в получасе езды от ваших же избирателей в городке Лапенранта, это тот итог, на который они и вы сами рассчитывали. Так тех ракет и тех войск, что должны там стоять, Россия сегодня в любом случае лишена. Эти солдаты ведь прямо сейчас гибнут в Украине. Рядом с нами вот одна 138-я мотострелковая бригада в Каменке. Это Карельский перешейк. Гарнизон почти пуст. У финской границы россияне вот сформировали 44-й армейский корпус. Но и он в Украине. Участвует в наступлении на Харьковскую область. И вообще, если со стороны России проехать сейчас вдоль всех ее военных частей, от Норвегии, мимо Финляндии до Беларуси, это почти 2000 километров. Так вот, все эти военные части сейчас будут полупустыми. Эти солдаты где-то на Донбассе. Но разве это не противоречит тому, что вы только что сказали, мол, Россия готовится на вас напасть? Конечно, прежде и разобраться бы с Украиной. Так если мы взглянем на Украину, в которой Россия захватывает крохотный город Бахмут, едва ли не дольше, чем советская армия освобождала Сталинград, разве вы не создаете иллюзию, будто такие войска могут атаковать вас? Ну, я надеюсь, что это иллюзия. Но мы не можем исключать того, что однажды Россия проявит военную агрессию и по отношению к Финляндии. И потому должны наращивать вложения в оборону. Но у вас в Лаапинранде нет ощущения, что, вступая в НАТО, наращивая у границ вооружения, вы сами и превращаете себя в военную цель для России? У нас есть ощущение, что мы всегда для России были военной целью. Но 10 минут назад вы говорили, что не являлись никакой военной целью для России, что у вас было с ней прекрасное выгодное партнерство. Я не говорил, будто в нас не видели военную цель, а лишь сказал, что до нападения России на Украину у нас было сотрудничество. Так что же, значит ли это, что и в безоблачные 90-е, и даже в перестройку 80-х, при раннем Путине и при Ельцине вы, финны, себя воспринимали как военную цель для россиян? Всегда! Те же самые люди, которые говорят, что всегда видели угрозу, они с удовольствием ездили и вели бизнес в России. Но это не мешало. Господин Копра ездил в Россию, встречался с депутатами Петербургского законодательного собрания, с депутатом Милоновым. То есть они могли спокойно отдыхать и... Не воспринимать друг друга как военную угрозу. Почти повседневная практика, когда, скажем, специалисты, казалось бы, капиталистической страны могли ездить на работу в Советский Союз или на выходные на отдых в Питер, продолжалась даже в самую суровую пору посреди застойного СССР. Теперь некогда главная трасса, соединяющая Финляндию и Россию, выглядит так. Граница на замке не только здесь, но и на протяжении всех 1 400 километров. Официальная причина – мигранты из Ближнего Востока. Их из России в Европу через Финляндию направляли якобы специально по отмашке Москвы. Вы считаете, угроза была достаточно серьезной, чтобы запереть границу наглухо, оставив миллионы финнов и россиян без возможности видеться друг с другом? Я считаю, что да. В Питере остались родители, тоже достаточно уже в преклонном возрасте. Меня просили мама, брат, две сестры, их дети. Не дай бог что-то случится, быстрых путей попасть туда нет. Все эти месяцы самая громкая часть русскоязычной диаспоры на востоке страны митингует, шлет обращение финским политикам и даже караулит в этом приграничье Урсулу фон дер Ляйен. Нам всем известно, как Путин со своими союзниками эксплуатирует тему миграции, испытывая нашу оборону на прочность, стремясь лишить нас стабильности. Теперь Путин нацелился на Финляндию. Она про подготовку к тревожным временам, они про возвращение к прежним. Мы сначала написали сообщение их секретарям с возможностью об аудиенции передать петицию, которую подписало 14 тысяч человек, о том, что границу нужно открыть. Нам отказали в аудиенции, соответственно, мы узнали, где они остановились с ночевкой, и я пошел туда на завтрак с утра, и в итоге запретили приближаться к Урсуле фон дер Ляйен или к Петрио. Вам? Мне лично запретили приближаться, да. А что было за слоган у вас на плакате? Хочу вобнять с мамой. Да, ну я понимаю, что там родители, родственники и так далее на другом, что он границ, и, естественно, это ужасно. Но ты должен просто понимать, что сейчас речь идет не про тебя, не про твоих родственников, а о том, что идет война. И когда идет война, вообще тот факт, что ты живешь в мирной стране... Уже привилегия. Это привилегия. В Польше теперь свой забор от мигрантов. Это уже граница с Белоруссией. Он появился здесь два года назад, после того, как Лукашенко, по убеждению поляков, опять же, собственно, ручно пустил сюда потоки нелегалов с Ближнего Востока. И ловить их здесь не будем. Не будем, потому что вы начали против нас войну. Железный занавес, однако, свести на нет этот миграционный поток так и не смог. Зато кое-кого обогатил. Цена вот этого госзаказа полмиллиарда евро. Правда, закрывать границу полностью поляки, в отличие от финнов, так и не стали. Южнее по-прежнему работает еще пара погранпереходов, через которые из Европы как ни в чем не бывало. Словно нет ни военной, ни гибридной угрозы. Идут товары. В Беларусь, в Россию и в Китай. Ощущение, что Польша обороняется, что Польша выстраивает здесь какие-то укрепления. Я готов возвести тут железный занавес хоть до самого неба. Только бы они держались от нас подальше. Но, с другой стороны, мы понимаем, что да, дальше работают торговые связи, что есть санкционная продукция, но есть очень много неподсанкционной продукции, которая возится, в принципе, она возится без всяких препон. Однако наряду с торговлей остаются и посеянные властью опасения. Мы в 10 минутах от белорусско-польской границы, хотя здесь внешне тоже все спокойно, но есть и те, кто всерьез готовится к будущей возможной войне. Я по профессии математик, физик и доверяю статистике. С ее точки зрения вопрос не в том, случится ли война, а в том, что мы уже живем на краю той фазы, когда войны не было очень долго, и ей пора бы уже начаться. У меня есть военная карта. На ней цели, куда, если что, будут сбрасывать атомные бомбы. Она 80-х годов. Давайте здесь пройдем, меньше навоза, откос. Так вот, там было написано, что ближайшее место, куда можно сбросить атомную бомбу, это здесь, под Белостоком, потому что сбрасывать такую дорогую бомбу, куда попало, невыгодно. А тут мы и сможем укрыться в случае взрыва. Конструкция мощная. А тут у вас картофельное оранжерея. Да, и свекольное. Если в начале вторжения будут удары, от них вполне можно укрыться здесь. Я думал об этом, да. Но когда придут русские, бежать будет некуда. Они будут стоять в дверях. Насколько я разговариваю с людьми, они бы хотели больше ответов. Потому что в Польше сложилась такая ситуация, что есть много обсуждений какого-то потенциального нападения со стороны России или Беларуси. Кровопролитная война в Украине должна в корне изменить наше представление о безопасности Польши. Но нет никакой практической работы. Где собираться, что с эвакуацией, кто за это все отвечает, кому звонить, а что делать, если вообще нельзя позвонить, потому что нету связи, и так далее, и так далее. Но большей частью все это остается на уровне общих предвыборных речей. К сожалению, да. Другие соседи России справедливости ради всерьез отнеслись не только к политическим лозунгам. На уровне государства, конечно, создается сеть бомбоубежищ. Знаете, страшно представить. Потому что, смотрите, какое расстояние между нами и Россией. Полсотни метров. Да, именно так. Во всех вот этих домах постройки 2000-х годов. В 2000-х? В 2000-х. Есть бомбоубежище. Вы знаете, где ваше бомбоубежище? Да, это моя кладовка. И строилось это в лучшие времена наилучших отношениях с Россией. В случае введения угрожаемого какой-то ситуации этот подвал в нашем доме превращается в бомбоубежище, где есть вода, где есть вентиляция, которая построена как бомбоубежище. Те из подразделений Союза стрелков, что уже прикреплены к литовским войскам, сразу пойдут в окопы. Вторая группа будет поддерживать полицию и пограничники. А еще гражданскую власть на местах. Мэров, сельские администрации, директоров. Есть, наконец, третья задача. Помощь людям. Поддержка эвакуирующихся. Если рядом ракетный удар, значит помощь с похоронами. И все распланировано и загадя расписано по именам? Да, и по всевозможным структурам. Сколько отсюда до границы? Четыре километра. Очень близко. По прямой вообще ничего. Вот там уже начинается Беларусь. Ее будет видно, если залезть на эту радиомачту. Это моя кратковолновая антенна. Я радиолюбитель. О, кто-то здесь был. Причэнстативность есть вольна. ТУ-СКУ-ЧТЕРИ ЭНЬЮТЭС. СКУ-ЧТЕРИ ЭНЬЮТЭС. ТУ-СКУ-ЧТЕРИ ЭНЬЮТЭС. Надай и слуха. Если война сюда пойдет... То здесь как раз и будет первым делом информация. Станция работает всюду. Возьму аккумулятор, спущусь в укрытие. Забавно, впрочем, это лишь для тех, чьи антенны стоят в России. Но может понять нынешний страх. Ее соседей легче, если прислушаться к их же прошлому. Отчего, думаете, эти края так похожи на музей под открытым небом? Старые дома здесь лишь деревянные. Потому что тут то и дело бушевала война. То Наполеон, то немцы, то русские. У меня в доме хранятся снаряды времен Второй мировой. Пули Первой мировой. Вот тут была расквартирована немецкая часть. Они полили по русским в соседнюю деревню. Те полили сюда. О, тут уже были войны. Так, войны были. И так я с Агром. Ничего себе. И всегда где-то тут война заканчивалась. Но чем это оборачивалось для нас? Впрочем, с другой стороны, может армии НАТО нас защитят? Они же такие сильные, американцы. Не найду им границы, не сдвинут. А вы не верите? Нет. Вспомните, сколько всего они обещали украинцам. Смените власть, и все будет у вас хорошо. Поменяли президента, и начались проблемы. Американцы что, майданы всякие защищали? Нет. То же самое со Второй мировой в Польше. Сколько было заверений в наш адрес, что если только немцы развяжут новую войну, мы, мол, вам поможем. Так как они помогли полякам в 39-м? Листовки с самолетов сбрасывали? Тот президент одной большой страны мне говорит. Сэр, а если мы не выплатим нужных сумм, но на нас нападет Россия, вы нас защитите? А я ему, нет. Я бы не то, что защищать вас не стал, а посоветовал бы русским сделать все, что они, черт побери, захотят. Платите по счетам. А сейчас, если взглянуть на сегодняшнюю европейскую военную промышленность, европейские армии, насколько Европа зависит от того, станет или нет следующим президентом Америки Дональд Трамп? Европейцы, к сожалению, по сей день очень зависят от США. То есть, если посмотреть на таблички в Excel с цифрами по европейским армиям, на первый взгляд покажется, что все не так уж грустно. Но стоит лишь внимательнее приглядеться к тому, на чем основана координация всех этих европейских бригад, батальонов, и вы увидите, что основную командную инфраструктуру нам предоставляют американцы. От них же важнейшие разведданные, особенно в том, что касается работы ВВС, плюс боеприпасы для воздушных операций. Сколько лет понадобится Европе, чтобы отстроить все это самостоятельно? Я бы сказал, что на это потребуется лет 10. И что, финны искренне верят, что Европа сможет, если что, постоять сама за себя? Если честный ответ... Зачем членство в таком НАТО? Если честный ответ, нет. Мы же понимаем, что все что угодно может быть. Мы всегда знали, что в больших странах есть свои интересы, и их интересы самые главные. И как быть? Ну, умирать. 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 Такова уж участь восточной Польше. Оптимистично. Вопрос-то, если случится агрессия России, будет заключаться в том, что мы сами сможем для себя сделать. Сейчас главное объединить наши усилия. Польша, Эстония, Латвия, Литвы. Я имею в виду строительство так называемой Балтийской линии. Или линии Туска. Позавчера вот тут у нас гостил премьер Дональд Туск. Я объявил, что Польша вдоль восточной границы будет строить какие-то укрепления. Еще помимо вот этого неприступного забора. У нас не будет никаких ограничений в ресурсах, когда на кону безопасность Польши. То есть залить все бетоном, выкопать много земли, минировать границу. Минировать? Да. Минировать границу, то есть отказаться от Татарской конвенции, которая не позволяет пользоваться противопехотными минами. Мы приступаем к напряженной работе по возведению современных фортификаций. Меня это тревожит. Мне кажется, это абсолютно популистским. Мне кажется, что это ситуация, в которой люди говорят какой-то своей отдаленной от вот такой пограничной жизни перспективы, когда для них граница – это некая абстрактная просто линия на карте. Хотят ли русские войны? Даже если это ощущение меня периодически посещает, но я, опять же, стараюсь видеть только самое лучшее. Так легче живется. А если начнется? Я, естественно, буду действовать в соответствии с теми инструкциями, которые нам уже дали. Эстония в целом достаточно хорошо позаботилась о гражданах. Расходы Эстонии на оборону, уже давно превысив все требования НАТО, в этом году составят больше 3% от ВВП. В России, напомним. В прошлом году у нас оборонные расходы составили 4%, а в этом году 6,8%. Зимой за этой гонкой вооружений наблюдать можно будет и здесь. Мы на юге Эстонии, вон там Псковская область. Рядом, кстати говоря, то самое Чудское озеро, где войско Александра Невского разбило, как сказали бы сегодня, западные войска, ну, Ливонский орден, и вернуло себе Псков. И немца держать будешь, и не трогнешь, пока мы с Каврилой с правой и левой руки его не зажмем. Восемьсот лет спустя вдоль сухопутной границы эстонцы, среди прочего, соорудят 600 военных бункеров, чтобы, как об этом говорит министр обороны страны, защищать Эстонию, цитата, с первого метра. Прежние, напомним, концепции НАТО, ну, до войны в Украине, подразумевали возможность сначала частичной оккупации страны, а затем ее освобождение. Под военной защитой тут находились лишь анклавы вдоль прибрежных городов, чтобы в случае чего по морю или через соседнюю Польшу сюда можно было бы перебросить резервные войска НАТО. По тогдашним планам они и занялись бы освобождением районов, захваченных русскими. Теперь же лишь ни шагу назад. Мы же видели неприступную линию обороны, отстроенную россиянами на юге Украины, в преддверии попыток контрнаступления ВСУ. Такими же укреплениями, а еще складами с боеприпасами, бетонными пирамидами, колючей проволокой и так далее, оснастят и всю латвийскую, литовскую границы. Ну, а что об этих приготовлениях к войне думают местные жители? Чего там думать? От нас никто же не спрашивает. Нас просто ставили перед фактом, что если, если в лучшем случае возникнет конфликт между Россией, соседами, тогда, чтобы здесь играть эти большие войска, военные игры, полосу вдоль границы шириной 10, может, 15 километров, все гражданские выселяют. Приедут машины, соберешь свой чемодан, что сможешь, и уедешь отсюда. Вас с этими местами связывают сколько лет? В этом культуре наша семья, пятое или шестое поколение. Ну, кто хочет сражаться? Белорусы, россияне, украинцы? Я вот водку не пью. А они, может, лучше выпили водки, порыбачили тут вместе. Мы же все славяне, один народ, ладивший друг с другом, находивший общий язык. А теперь нас хотят рассорить. В этих краях так и раньше часто бывало. Простых людей внизу опять заставляют друг с другом биться. Это кто пытается сделать? Ну, вообще, Путин, Лукашенко. Если смотреть наши новости, тоже, что творится у нас, я не верю, чтобы Россия был бы готов, откровенно так начать, да если, но идет такой сценарий, как сейчас, постоянно крутят, орут в сторону России тоже, когда вполне реально, что начнутся какие-то зеленые мужички здесь, действия какие-то. Вон, забор там, оттуда. Троны поднимаются через деревья сюда, летают нам во двор. Ваш премьер, Кайя Каллас, говорит, что Путин может напасть на вас уже через 2-3 года. Вам в это верится? Она постоянно об этом орет. Госпожа премьер-министр, нам вполне понятна логика Путина, по которой он развязал войну в Украине. Но с чего вдруг его войска должны пожаловать к вам? Вы не преувеличиваете угрозу. Мы можем, конечно, пытаться представить себе, как и когда они нападут на нас. А можем, и это наш выбор, готовиться к тому дню, когда этот сумасшедший рискнет атаковать одну из стран НАТО. Он-то считает, что наш альянс слаб, что сможет нас одолеть. Так что давайте готовиться к худшему. Пусть мы будем приятно удивлены, если он этого не сделает. А пока просто пошлем России сигнал. Даже не думайте сюда сунутся. Не подходите к нам. Удивительно, конечно, это частное наблюдение, как независимо от строя, режима, всех политики во всех странах выполняют в таких случаях один и тот же набор ритуалов. Мы вновь в Эстонии. Чуть ли не половину крохотной европейской страны в эти дни отдали под крупнейшие учения стойкий защитник. В защитниках у эстонцев на сей раз 15 членов НАТО. В истории самой Эстонии такого не бывало никогда. Да, и для НАТО этот масштаб ни с чем не сопоставим. Ну, за всю новейшую историю после завершения Холодной войны. Ведь где в предыдущие 15 лет британская армия и другие страны НАТО получали опыт боевых действий? Гоняясь за боевиками. По Ираку, Афгану. Но тактика, характер конфликта в Украине возвращает нас к совсем иным боевым реалиям, к иным методам ведения войны, о которых мы уже и подзабыли. Что вы имеете в виду? Это совсем другие масштабы. По сценарию здесь главный вопрос выяснить, как слаженно и как быстро, если русские вдруг атакуют, тут их играют тоже эстонцы и часть англичан, как быстро им будет дан отпор. В первой фазе учений на нас вероломно нападает противник. Это красные. В роли неприятеля 16-я десантно-штурмовая бригада из Британии. Они проникают с острова Сарема, после чего при помощи военно-транспортных вертолетов пытаются пробиться вглубь страны, на север. Помимо местных войск задействованы польский флот, американские хаймарсы, французская мотопехота, сборный воздушный десант, добровольцы, эстонские резервисты и так далее. Тут самые разные армии мира, и этим разным армиям приходится друг с другом взаимодействовать. Это на 360 градусов новый опыт ведения войны. По меркам Таллина, невероятный масштаб – 15 тысяч участников. Но с другой стороны, что если сравнить его с двумя стами тысячами, российский солдат в Украине два года назад, за месяц оккупировавшими территорию, втрое больше той самой Эстонии. Вы что, верите, будто мы в силах послать России некий сигнал? Будто Эстония может предпринять нечто, после чего в России воскликнут «Черт»? Нет. Выстрел! Мы полностью изменили сценарий учений. Воспроизводим те реальные боевые действия, которые видим в Украине. И задействуем так много дронов, как только возможно, заставляя бойцов помнить о том, что они должны ежеминутно смотреть на небо. Запад! Другая штука, к которой мы теперь обращаемся куда чаще – артиллерийская угроза. Очевидно, что дальнобойные артиллерийские системы на войне в Украине показали удивительную эффективность. Выстрел! Для нас всех это, по сути, возвращение к таким вещам, как позиционная война. О которой ведь армии западных стран успели уже позабыть. Да, воевать в окопах нам не приходилось. Но теперь посмотрите на линию фронта между Украиной и Россией. Там тысячи километров траншей. Мы привлекли на эти учения дополнительно к уже имевшимся свыше двух тысяч британских военнослужащих. Теперь у нас тут большой вертолетный отряд. Два Чинука, четыре Уайлдкэт, шесть Апачи. В том числе в новейшей модификации мы перебросили сюда истребители Тайфун. Послушайте, но ведь главный вывод, вынесенный всеми нами после войны в Украине, в том, что значений имеет масса. Кто-то сказал недавно, может, войска у россиян и криворукие, но это самые большие криворукие войска в мире. Мы же видим, если русским чего-то отчаянно хочется, они ради этого просто бросают своих солдат на убой. Без разбору. Так какая же у вас тут масса? Цифры, которые вы произносите, крохотные. Вы называете по паре разных вертолетов, которые сюда свезли. Россияне вас на куски порвут. Они же вас зальют артиллерийским огнем. Разница между Украиной и происходящим здесь в том, что мы находимся внутри ЕС и НАТО. В нашем распоряжении пятая статья устава НАТО. Ну вот дальше вступает вопрос, а не считают ли многие европейские политики, что Балтия – это не вполне Европа, потому что в таких ситуациях современный мир очень умеет проходить все такие отмазки. Вот в Израиле вы сами виноваты, вы что-то такое неправильно сделали. То есть вы допускаете, что вся новая стратегия НАТО и даже пятая статья его устава – все это на деле окажется Филькиной грамотой? Да. Это Эстония. Это не может. Ну, Донбасс – это тоже Украина, а Приднестровье – это Молдова. Украина – не Евросоюз, не член НАТО. НАТО будет защищать маленькую Нарву? Обязательно, потому что это отсюда начинается Европа, Эстонская республика. Хотят ли русские войны? Галадранцев опять захватывать, знаете, нет. Галадранцы кто? Ну, те, две эстонцы. А если начнется? Я никого не буду защищать с оружием. Я вообще оружие в руки брать не хочу. А если дадут? Не успеют. Беларусь примет всех. Сыночка мой, привет. Ты в машине? Да, так я в ничем. Ты теперь там живешь? Наталья – жительница русской Нарвы. Пока одни здесь чествуют российскую армию, воевать с ней готовится ее сын, призывник эстонской, на тех самых учениях НАТО. Мы ездим по всяким точкам, лесам, полям. И тут в целом отрабатываем приемы. В целом обычная игра в войну. Тебе нравится? Такая… Ну, мне норм. Мне нравится, что это игра. Ну, слава богу, да. Я всегда об этом думаю. Хорошо, что это игра. При всей воинственной риторике, охватившей страну, каждый третий из эстонских резервистов, получивший повестку на эти учения, вообще остался дома. Артур, тоже русский, приехал. Для меня это как бы не вопрос, это моя родина. У вас есть родственники в России? Есть. Я не считаю своих родственников врагами, но я думаю, что если к вам на топорок приходит человек с топором, да, и хочет вас убить, я не стал бы просто так задаваться. Ну, это лагерь. Ну, что мы, по-моему, мы играем в эту игру, и нами писаны эти правила. А что ты тогда делаешь в армии? Я, ну, внушаю себе, что у меня есть какой-то толк перед родиной. У нас в семье давно созрел план тихо, мирно куда-то стекать. Я не раз был свидетелем таких разговоров, когда кто-то говорит, а я вот хочу в Австралию, все такие там, а почему Австралия? А там вот как бы земля стоит недорого, и там можно заниматься сельским хозяйством. Ну, вот такие вещи, когда люди, да, всерьез что-то такое уже там обсуждают. Представим себе вооруженный конфликт России с Евросоюзом. Значит, на одной стороне в нем готовые за пять тысяч евро и за белую ладу идти убивать и умирать. Слава России! Победа будет за нами! На другой стороне хрупкое такое поколение юных европейцев, выбирающих между Амазоном и Нетфликсом, между кофе на миндальном молоке и на коровьем. Как питание твое сегодня? Маста, что-то чего, плова, потом еще было, еще можно, предпочтения какие-то вегетарианские. О! Или вот что-то фаляль. Как вы себе, финны, представляете этот конфликт? Вы понимаете, с кем вы, если что, столкнетесь? Если честно, я об этом сама думала много раз. Если это все то, что у нас было в 2009 году, если это повторится. Вот это иначе гипс, что ли? Как они там бурт бегат по лесу на лыщах? Я думаю, что никто этого не представляет. В поисках ответа вернемся на учения НАТО. С приездом прессы союзники превратили их в смотр достижений европейской оборонки. В бронемашинах старого поколения экипаж состоял из четырех человек. Водителя, командира, наводчика, заряжающего. А в «Ягуаре» у нас есть теперь система автоматической загрузки телескопических боеприпасов. И экипаж сокращен до трех человек. Звучит как реклама для французских военных концернов. Но позвольте личный вопрос. Вы в какой войне последний раз участвовали? Ой, я, если честно, в иностранном легионе новенький. Командование взводом принял лишь в августе прошлого года. Это моя первая миссия. Я пошел в британскую армию лишь в 2019-м. К тому моменту уже закончилась и миссия в Афганистане. Так что сам я на войне никогда не был. Однако если ситуация настолько серьезна, как об этом говорит ваше начальство? Так, заканчиваем интервью, вы задаете не те вопросы. В них слишком много стратегических и политических моментов. Задайте лучше вопросы про наши танки. Нет, это грандиозная проблема. Дело именно в человеческом материале. И я не то что насчет немецкой дивизии не уверена. Я не уверена и насчет местной, условно говоря, латышской дивизии. Будет ли она воевать или люди пойдут, скажут, что нас просто слишком мало. В этом смысле сейчас в Украине главная сторона сбилась в российской армии – это опять такой же достаточно бедный человек из самой Украины. В этом смысле с европейской молодежью воевать легче. С этой проблемой ничего не поделать. Но с другой стороны и всякая война не похожа на предыдущую. Да, россияне получили реальный опыт боевых действий. И он важен для их морального духа. Но при этом армии НАТО и армии Балтийских стран – это совсем другой противник, нежели ВСУ. Они будут иначе сражаться. Что вы имеете в виду под словом «иначе»? Другую военную тактику. У ВСУ хоть и нет былой иерархии советской армии, когда все завязано на приказы сверху, но это по-прежнему войска, которые сражаются по-советски. Они делают ставку на артиллерийский огонь, на дальний бой из закрытых позиций. Мы же оттачиваем здесь американскую тактику малых подразделений. Вот только для этих учений мне требуется свыше 400 офицеров младшего звена, выполняющих тут функции тренеров-контролеров. Представьте, где-то в лесу завязался бой между двумя небольшими группами. Следовательно, за действиями каждой из них в штабе должно следить по офицеру. При таком подходе увеличивать цифры участников еще сильнее мы просто не можем. И количество, вероятно, стоит сократить в пользу качества. Мы нуждаемся в нем и в блестяще обученных солдатах, иначе проиграем. Вы наверняка можете научить своих ребят управлению дронами, отражению гибридных атак, выполнению сложнейших тактических задач. И все-таки психологически, по ту сторону границы, у вас огромная страна с гигантской армией, прошедшая несколько войн, с совсем другой ценой человеческой жизни. Как вы готовите к этому своих солдат? На это, думаю, есть несколько ответов, но главное, страна сама по себе должна быть настолько хорошей, чтобы людям хотелось ее защищать. Представляешь, у нас в конце прошлого года тепло в городе стало дороже на 80 с лишним процентов. Это просто был мощнейший удар по благосостоянию, ну, даже неплохо себя чувствующих людей. Политика России, война, она зачастую является ответом на то, почему вот со всем этим у нас не ладно, ну, у нас идет война, нам надо много денег направлять на оборону. Первый января 92-го года здесь жило 88 тысяч 400 человек. А сейчас живет? 52 400. То есть из города уехал каждый третий житель за эти годы. Почему? За работу. Это беда всего Эстонии. Раньше был огромный город. Были большие, мощные предприятия, допустим, Кренбольм. Там работала где-то, по-моему, на границе текстильная мануфактура, да? Больше десяти. Один год, 9 месяцев и 25 дней. За этот срок Екатерина Зуева выполнена свой пятилетний план. Надо понимать, что вообще вот это 30 гектаров, которые... Это остров между Россией и Эстонией. Остров Кренбольм, да. Текстильное предприятие закрылось. Сейчас принадлежит шведам. Они купили в свое время мануфактуру целиком. То есть это были времена, когда недвижимость с видом на Россию, вот напротив нас через полсотни метров Ивангород, не казалась чем-то токсичным. Сейчас это кажется чем-то уже совершенно невероятным, но был проект строительства аквапарка на нейтральной территории между Нарвой и Ивангородом. И была идея в том, чтобы люди без виз, без виз заходили с этой стороны, с той стороны. Скатывались с горки с этой? Ну, там я не знаю, но, в общем, как-то совместно проводили время. Это была такая ситуация, когда Россия с Эстонией, может быть, вяло переругивались, но отношения в целом были, ну, в общем-то, неплохими. Памятник архитектуры, который должен был служить воротами в Евросоюз, много лет пустуют и ветшают. Рядом один за другим закрываются погранпереходы, соединявшие Россию и Эстонию. Севернее, на финской границе, где с соседом дружили дольше и крепче, отношения эти еще недавно кормили не город, целый регион. И все, что напоминает об этих прежних временах, это вот гигантский супермаркет, ну, для русских туристов, открытый прямо в километре от этой самой границы. Вот, смотрите, это парковка. Сколько здесь сейчас посетителей. Давайте пойдем попробуем найти владельцев. Есть кто-нибудь? Здрасте. Ни одного человека. А, нет, вот. Вот все эти тапочки, носки, печенье, это сколько уже здесь лежит? Давно. С довоенных времен. Ну, с довоенных, да. Это катастрофа. Государство этим людям помогает? Ну, существуют разные программы, на которые они могут подаваться. Это никто нам не сообщил опять, и никто нам не предлагал вот этого. Просто бросили и живите как хотите. Ну, если ситуация такова, что вы ничего не делаете, и просто сидите и ждете возвращения русских клиентов, то стоит заглянуть в зеркало и поискать в нем источник проблем. Вот там вот граница, и вот тут вот сразу типа аутлет. Сейчас прогулялись, я купил себе трусы. Ну, что я вижу, у них есть Роберта Ковалева. Трусы Армани у меня теперь есть. Просто показала, что здесь находится. Они привозили вот по статистику, каждый день 1 миллион евро они оставляли в этом регионе. Россияне? Россияне, да. Сейчас, когда вот просили помощь там у Евросоюза, когда съездила сюда эта... Урсула фон дер Ляк. Да. Она сказала, что она даст там на развитие этого региона 61 миллион евро. За два месяца можно было бы получить вот эти деньги здесь, понимаете? Поэтому тут... От россиян? От россиян, да. Ну и потом я не говорю о тех крупных суммах, которые многие финские фирмы потеряли, потому что они вынуждены были покидать российский рынок. А это все-таки, мне кажется, миллиарды евро. Но это не слишком большие издержки? Ну, я считаю, что нет. Я же представитель маленького народа. И как я могу, как бы, одобрить то, что другая страна вторгает на территорию своего соседей? И что? Что из этого получилось? Когда они навели санкции, когда они закрыли границу, ну, кто больше всего там пострадал? Что, россияне там или финны? Мне кажется, в финне они больше пострадали. Как это ощущается людьми здесь в Апенрайонте? Больше безработица. Этот район Финляндии, он просто вымирает. У нас есть развитая лесная промышленность, прекрасная система образования. Трансграничной торговли и туризма больше, конечно, не существует. Но это не разрушительный удар. Это не выдумки федеральных каналов. Опустевшие отели, кафе, целые улицы мы снимаем здесь в мае, скоро сезон. И ни одного российского туриста, которыми годами жил совсем небогатый по финским меркам регион Южная Карелия на самой границе с Россией. В городке Лапенранта отсюда до России 15 минут езды в распоряжении россиян в прежние годы был целый аэропорт. Отсюда их, ну, то есть нас, доставляли по всей Европе рейсами авиакомпаний лоукостеров. Иногда мы шутим, называя наш аэропорт западным аэропортом Петербурга. Но это в прежние времена сейчас здесь вот так, а местные власти всерьез, чтобы спасти воздушную гавань от банкротства, предлагают отдать все это под размещение военной инфраструктуры НАТО. Вы правда думаете, что это то, что нужно людям в Лапенранте? Ну, ясно же, что им нужна коммерция, возможность заниматься бизнесом и зарабатывать деньги. Но это ведь Россия стала диктатурой, с Путиным, нападающим на европейские демократии. В то же время Финляндия в прошлом году потратила на оборону на 36% больше, чем в предыдущие годы. Это огромные суммы. Ваши избиратели в Южной Карелии вам не задают вопросов, а почему, если у нас такие экономические трудности, эти деньги идут на военные цели? Большинство моих избирателей, по крайней мере, тех, кто со мной на связи, говорят мне, очень хорошо, что мы укрепляем нашу оборону. Также понимаем, что Запад пытается втянуть нас в гонку вооружения, тем самым измотать, повторить трюк, который им удался в 80-е годы с Советским Союзом. Россия за время войны, по словам Путина, в 20 раз увеличила производство боеприпасов и в 6 раз производство танков. Работа на российских предприятиях УПК сейчас идет колоссальная, что называется, в три смены. Как выглядит эта статистика на фоне европейской оборонной промышленности? Ну, во-первых, надо сказать, что в выросшие якобы объемы производства российской бронетехники фактически запрятана статистика по ремонту старых танков БТР, советских еще армейских складов. Да, но это ж не мешает россиянам отправлять и их на фронт. Не мешает. Выстрел! Но это не новое вооружение, и штука в том, что всему однажды приходит конец. Очень неуместные шутки, что будем скоро 34-ки снимать с постаментов. Понадобиться будем, мы танками на постаментах бронетанковую дивизию сможем укомплектовать. И все же европейская оборонная промышленность от российской отстает. В сравнении с российской, европейская оборонка в переходе на военные рельсы опаздывает на два года. В рост производства боеприпасов, к примеру, европейцы начали инвестировать лишь осенью прошлого года. Что же до выпуска бронетехники и боевых самолетов, то политические решения о расширении их производства приняты только сейчас. По некоторым же областям решений нет по сей день. Нам не хватает оружия, нам не хватает боеприпасов, нам, наконец, не хватает производственных мощностей. Проблема в том, что это ЕС с очень раздробленной системой принятия решений. Между тем, в Москве эти решения были приняты к апрелю 2022-го. Владимир Владимирович, вы можете быть уверены, Уралвагонзавод за вас, за Россию? Надо будет до Вашингтона пробить путь, пробьем туда. Все равно мы все враги. И тут повторяется опыт холодной войны. У России одно преимущество – вся оборонная промышленность в ней под контролем государства. Но плюс европейцев в том, что при всей разобщенности, при мелкосерийном производстве в нашем оружии куда больше инноваций. Только взгляните, какими муками долгие годы сопровождалось рождение российского танка «Армата». Разработки, вообще-то, основанные на последнем поколении советских еще танков. Но даже сейчас не готовы к использованию в войсках. И даже сейчас не готовы. В то время как в Европе, с учетом нынешних потребностей, после двух лет войны, с нуля разработаны прототипы новейших машин. А в «Ягуаре» у нас есть теперь система автоматической загрузки телескопических боеприпасов. И экипаж сокращен до трех человек. Если здесь будут размещены войска НАТО, вам будет спокойнее? Нет. Почему? Мне кажется, это еще вот больше… Это же оборона? Нет, это еще больше масла на огне. Как устроен ваш бизнес сейчас? Ну, например, приходит заказ, мы его распечатываем. Это из России? Из России, да. Какая-то женщина, которая у вас когда-то покупала что-то? Ну, не обязательно. Больше не может въехать в Финляндию? Да. Ну, в основном, да. Пришел заказ, вот, напечатать. Вот она хочет от вас получить сыру, йогурта, да? Крабовый крем. Да, витамины там вот тут. Это все то, что исчезло с московских фрилавторов? Ну, да, можно сказать, да. То есть страна-то, может, недружественная, а скучаемые русские по Европе все так же? Да. Так люди-то при чем? В плане не частном, а геополитическом, чуть ли не главное последствие вступления Швеции и Финляндии в НАТО, вот, под его почти полным контролем теперь Балтийское море. Ну, за вычетом крохотного куска с мелководьем вокруг Петербурга, отсюда пара сотен километров, и Калининградской области. Но вообще, чтобы Россия лишалась контроля над Балтикой, такого не было 400 лет со времен до Петровской эпохи. Вы попробуйте из Устлуги повозить большое количество угрозов. Там просто песком все заметает. По той же самой причине, которой Петр Первый стремился завоевать эти земли, потому что он считал, что Россия необходима выход к морю. Вот насчет восстановления Советского Союза я не знала. Я совершенно не думала, что Путину нужен, допустим, Ашхабад. А что будет? Это нужен выход и к Черному, и к Балтийскому морю. Более того, он нужен России. И вот соседи, всерьез опасаясь имперских фантомных болей, уже вовсю готовятся к худшему. Шведы восстанавливают военную инфраструктуру на острове Готланд. А Готланд – это достаточно большой непотопляемый веносец. Посмотрите на карту, сколько от него, так сказать, куда добираться в случае захвата его любым противником. А эстонцы, они вон в той стороне, вернее, глава сил обороны Эстонии Марин Херем, призывает и вовсе всей Северной Европой сообща заблокировать проход российских судов по Балтийскому морю. Находясь в противостоянии с Россией, вы же не хотите с ней воевать. Надо начинать с ударов по больному, по ее кошельку. А именно морское сообщение в Балтике позволяет Путину наполнять казну нефтяными деньгами, продолжая войну. Значит, надо бить туда. Вы поддержали бы такую инициативу? Я думаю, когда уже происходит эскалация, стороны используют все имеющиеся у них возможности. Кризисная ситуация. Это финны утвердили, это шведы утвердили. Но международные вводы свободные. И это ошибка, потому что это провокация создания повода, который действительно де юре может использоваться как казус билле. Это не провоцирование войны? Да ну что вы, шутите что ли? Я бы сказал, что это станет решением, которое, да, явно вынудит Россию на серьезный ответ. Так кто ж тогда нагнетает тут ситуацию, мы или вы? Так а вы посмотрите, что делает сама Россия. Что они творят, например, заглушая сигнал GPS вокруг Калининграда и здесь, в Финском заливе. У нас Финейр, скажем, не мог больше летать в эстонский Тарту из-за постоянных помех. Поглядите на гибридные атаки, совершаемые Россией. На прокси агентов, нанятых Россией в Польше, Германии для проведения диверсионных задач. Пора уже признать, дальнейшая эскалация просто неизбежна. Если мы не остановим Путина, то начнем терять уже своих людей. Хотят ли русские войны? Пожалуй, да. А если начнется? Тогда мы покинем Финляндию, уедем в Швецию. Мы готовы. После всех наломанных Москвой дров и разбитой в ответ посуды гибридная угроза. Пятая колонна в этом приграничье мерещится повсюду. Вот, например, те самые русско-финские школы на востоке Финляндии. Все последние месяцы это в Лапенранде под угрозой закрытия. Вечером случайно зашли на сайт города Лапенранде, и там последним была школа в Восточной Финляндии, закрывается. То есть вы об этом узнали из интернета? Да, из интернета, да. Вот как раз сегодня решают то, что у школы забрать все помещения. Официальные причины – демография и экономика. На кону просто деньги. Из местных газет можно узнать, будто бы школа связана с Кремлем. Вернее, с около-кремлевским фондом «Русский мир». Возглавлявшегося Никоновым. Это так? Нет, это не так. «Русский мир» тогда представляла литературу. Мы получили от них, может быть, 30 книг по русскому языку. И потом они нам подарили какой-то шкафчик. Вот такой шкафчик, по-моему. И с тех пор постоянно напоминает о том, что вы путинская школа, «Русский мир» вас финансирует. Пока разговаривали, подъехала семья у нее, получилась мама с Украины. И сын ходит в украинскую футболку, у него трезубец на футболке. Вообще никаких проблем. Было шоу талантов. Недавно мой сын с другими русскими парнями, русскоязычными, они пели песню Стефани с Евровизни украинскую. Я сейчас чувствую такое, что я постоянно должна защищаться, постоянно повторять все. Русский язык не связан с Путиным, русский язык не связан с Россией. Русский язык – это язык. Отношение простых людей, оно сильно изменилось. Были такие случаи, что мои гости приехали из России, вот дизайнеры там, ну, такие интеллигентные люди. И на улице там кто-то смог кричать, что, типа, вы русские, вы плохие, там, и что-то ругают их, понимаете? Понимаю, но случилась война. Ну и что? Это обычный простой человек. Здесь при чем? В Финляндии вообще есть такое понятие «грюссавиха». Особый вид русофобии, который сформировался задолго даже до развала Советского Союза. Вы четыре раза произнесли слово «русофобия». Русофобия к русофобии. Русофобия к русофобии. До этого я вот так часто слышал от Министерства иностранных дел России и на Первом канале. Вы доверяете Первому каналу? Я вообще не смотрю. Вы поддерживаете СВО? Ну, просто чтобы определиться, где вы и кто вы. Нет, я считаю, что любая война, включая войну на Украине, она не может быть оправдана от насилия. На уровне школы расизм, я его ощущал первым и во втором классе. Что вот он русский, значит, он не будет с нами играть. И будут меня называть словом «рюсся». Это ругательство? Да, это так, как перевести, наверное, так же, как «русня». Вот будет одно и то же. Здесь постоянно вот эти «рюсся», «рюсся». Вот это «брань». «Мене копии». То есть идти, езь домой. Толкать, обделять, обзываться. Когда мы еще недавно были такими, вроде как себя чувствовал частью финского общества. Потом резко ты почему-то уже путинист, ты уже враг. То есть и то же самое в России, когда приезжал тоже в свою сторону, то, что он вот с этой натовской стороны там приехал. В России эти настроения раскачиваются. Вот эти финны, которые сейчас так перепугались, поползли в НАТО, это же они перекрывали горло Ленинграду. Варвары настоящие. А здесь? В Ляндии у нас есть такая партия «Истинные финны». Абсолютное большинство рядовых россиян поддерживает войну. Хотя знает, Россия систематически бомбит гражданские объекты в Украине. Мы не вправе оставаться страной, через которую русский средний класс, сплошь одобряющий все это, сможет и впредь летать на Тенерифе. У них 20%, если не ошибаюсь, поддержки. Действительно, для русскоязычных людей от начала войны было очень много разных изменений. Убирали памятники Великой общественной войны. При вас, когда вы были мэром до прошлого года. Переменовывали улицы советские? Переменовали улицы. У вас нет ощущения, что вы, понятно, что вы можете с ними соглашаться, не соглашаться, но вы задеваете тысячи людей, которые историю своей страны, Советского Союза, видят иначе, что это работает против вас же? Но это у нас, это демократия, свободная страна. Вот Стелла, здесь раньше, значит, было, написано, что это братская могила. Раньше поддержал народ вот на пристань, вот сюда, вот на машинах. Сейчас вот бабушки, дедушки, больные, хромые, идут сюда пешком. Чтобы возложить цветы. А на повороте поставлен знак. 9 мая остановка запрещена. Это просто подчеркивает, что мы здесь никто. Вы здесь никто. Что мы здесь никто. Страны Павловсии устроены по-разному. Но, скажем, в некоторых из них довольно натурально заметен процесс, который заключается в том, что с гадское количество молодых людей уезжает, естественно, уезжает тот же самый Евросоюз. Там остается на месте, грубо говоря, такой же ватник, только не с российским, а с латышским паспортом. И, соответственно, вот именно он тот избиратель, которого надо обхаживать. А есть Евросоюз, есть НАТО, которое защитит. Мы посылаем четкий сигнал противнику о том, что мы готовы. Мы всегда будем готовы защищать нашу страну и наш народ. Есть ли люди, которые подумывают об отъезде отсюда? Да. Люди выставили до Масли на продажу уже вот прямо сейчас. У меня у сына подноклассник. Их семья приехала из Финляндии, в Россию уехали обратно. Кто-то переезжает дальше назад, а кто-то переезжает на другие континенты. Основная причина? Как раз-таки невозможность увидеть завтрашний безопасный день в Финляндии. То есть люди не видят, как они, как русскоговорящие, могут быть частью этого общества. Пока в школах Финляндии изводят русскую угрозу, в Польше со школьной скамьи готовят тех, кто угрозе этой будет противостоять. В окопах. Мы в приграничном городке Доброво-Белостоцка. В местной школе несколько лет назад здесь появились кадетские классы. Помимо обычной программы, военная подготовка, вся армейская муштра, воспитание безусловной любви к отечеству. Дело, однако, не только в соседстве с Россией. По всей Польше вплоть до последнего года у власти находилась крайне консервативная партия «Право и справедливость». Польска есть наша. Тут есть Польска. Тут есть Польска. И вот риторика в духе «хочешь мира с русскими, готовься с ними воевать» и вылилась в 200 с лишним таких школ по всей стране. В этой сегодня подростков мы застали за просмотром патриотического кино. о Второй мировой. Говорим про польских героев. Наш главный покровитель школы. Покровитель школы, czyli генерал Никоден Сулик. Важно это государство. Государство важнее, чем человек. Человек тоже важнее, но государство, ойчизна – это главное. А вот я смотрю, это же совсем дети, да? С какого возраста они уже учатся у вас обращаться с оружием? 14 лет. 14 лет уже под ружье. Значит, это не профессиональное оружие. Очень важно научить молодежь любить свою родину. Такое военно-патриотическое воспитание. Оно. Здесь молодежь очень много занят патриотичных. Таких, как сказать, ну… Это, наверное, то, что у нас называется разговоры о важном? Можно так сказать. А вот этот юноша… Добрый день. Себастьян Соболевский. Один из лучших учеников в наших кадетских классах. Что тебе больше всего нравится в военной карьере? Больше всего мне нравится… Дайте секунду, а то в голове пусто. Нет слов. Приключения. Мне правда нравятся приключения. Но ты, твоя семья, планируете что-то, обсуждаете? Что мы, Себастьян, будем делать, если тот самый день здесь настанет? Уверен, я и мой отец пойдем воевать за нашу свободу. А что произойдет дальше, я об этом пока не думал. Если через несколько лет вот эти мальчики и девочки, ваши ученики, за которых вы несете ответственность, если они окажутся на линии фронта, что вы почувствуете? Я тоже там буду. А вы служили в армии? Я не. А как вы это объясняете? Ну, казалось бы, чем напряженнее времена, тем больше люди боятся войны. А тут родители сами ведут детей… Я думаю, это экономический аргумент. Вообще традиционно, не только в польском обществе, служба, в полиции, в армии. Это всегда была довольно-таки доступная дорога для социального лифта. То есть это не очень богатые края, рядом пограничная служба, теперь все больше войск, и армия – это для многих единственный социальный лифт? Да. Большие деньги для молодого человека. Рядом, впрочем, в тех самых сувалках мы случайно сталкиваемся с группой очень молодых бойцов. Для таких, как они, дело сразу видно не в деньгах. Было бы неплохо, если бы вы вообще выходили прямо из-за парка, из-за изгороди. Так красивее будет. Мы – профессиональное оборонительное объединение. Это наше тактическое разведывательное подразделение. В Сувалках у нас базируется 21-я рота, но есть отделения и в других городах. Мы обучаемся черной тактике, то есть боям в городской местности. Зеленой тактике – боям в лесной зоне, в полях. А помимо тренировок участвуем в национальных польских праздниках. Сегодня выставляем почетный караул у памятника Деве Марии. В Польше ее почитают и как местную королеву с 1651 года. Это у вас что? Тут у меня вся информация об этом святом для нас дне. Франтишек, а почему ты на себя сейчас это надел? Я теперь инкогнито. Не хочу показывать лица, а то в школе будут дразнить. Здравствуй, Польша! Польки и поляки, сегодня мы, молодое поколение, отдаем дань уважения вам, дорогая Дева Мария, королева республики Польша. Вы знаете, что это? Да, я думаю, что знаю. Это юнармия. Такие же ребята по ту сторону границы, которым точно так же рассказывают про гордость и патриотизм. И он, и ты, и я, армейская семья, И эти мы сильные, друг мой. Но, знаете, это разница. Потому что мы не хотим никого атаковать. Золотая наша родина. Кровью обогренная. Нам традиции так дороги. И луга зеленая. Пропаганда польская, она не военная. То есть она не агрессивная. То есть вообще в Польше не возникают какие-то даже рессентименты по поводу даже тех территорий, которые когда-то Польша, не знаю, до Второй мировой войны, да, собой как бы охватывала. Кто здесь агрессор? Кто защищается? Вопросов нет. Но, если у нас готовят юных воинов-патриотов, у вас готовят юных воинов-патриотов, значит ли это, что мы вместе с вами готовим войну? Что будет, когда эта юная армия и солдаты из России войдут здесь? Кто будет защищать такие страны, как наши? Есть книжка Барбары Такман, пушки Августа, которая, если вкратце, о предыстории Первой мировой, о том, что все в Европе так долго кричали «Война, война, придет война», что вот они войной накликали. Это не похоже на нашу нынешнюю ситуацию? Нет, я думаю, что нет. Опять-таки появление ядерного оружия... Оно отрезвило многих. И не обязательно, что будет предотвращено применение тактического ядерного оружия в Европе, но стратегическое ядерное оружие, Mutual Assure Destruction, взаимно гарантированное уничтожение, которое было достигнуто уже в 60-е годы. Люди подошли, заглянули в эту пропасть, ужаснулись и отошли от нее. А сейчас, судя по тому, как с обеих сторон накручивается эта эскалация, нет ощущения, что люди забыли о том, что там в этой пропасти? Политики забыли, прежде всего российские. Почему-то на Западе считают, что Россия никогда этого не использует. У нас же есть ядерная доктрина. Если дойдет до открытого конфликта между Россией и НАТО, вряд ли ведь дело сведется к отправке российских войск в маленькую независимую Эстонию. Вполне вероятно, что в ход будет пущено и российское ядерное тактическое оружие. В три раза мощнее в четыре. чем использованные американцами бомбы против Хиросимы и Нагасаки. А раз так, тогда к чему вся эта подготовка, маневры? Ну, для того, чтобы задействовать тактическое ядерное оружие, нужна будет веская причина. Я же не вижу преимуществ для России, если та использует его даже сейчас, на войне в Украине. Какие у вас будут плюсы? Убьете 10 тысяч человек и лишитесь все оставшиеся у вас в мире поддержки. Возможно, и Китай из Северной Кореи. Вопрос применения ядерного оружия – это скорее вопрос контроля над спиралью эскалации. Положим, вот Москва захватывает какую-либо из стран Балтии, аннексирует ее, начинает шантаж. Не признаете аннексию, не пойдете на прекращение огня, у нас не будет иного выбора, кроме как ударить тактическим ядерным оружием. Да, вот по вашим войскам в Польше. Тем, что как раз идут в контрнаступление. Ну, это можно элиминировать. Это было сказано с Британией напрямую, это было сказано с Францией. Что мы сразу применим ядерное оружие. Той же силы против ваших войск, стоящих в Балтии. После чего уже русские, в свою очередь, грозят. Раз так ударим ядерным оружием по одной из ваших столиц. Ну, хорошо, говорит русским НАТО. Москву бомбить поначалу не станем, но… Санкт-Петербург, Однишний Новгород, Новосибирск. Останутся только воспоминания. На это Россия вторит. Сделайте так, перейдем от тактического ядерного оружия к полномасштабной ядерной войне. Окей, говорят ей на Западе. У нас и на это найдется управа. Подлодки в Атлантике несут стратегическое ядерное оружие. Паритет есть. И он есть на каждом из витков ядерной эскалации. Вот ровно потому, вернемся к первому из них, соблазн у русских ударить ядерным оружием по той самой группировке в Польше, что пойдет освобождать Балтию, вовсе невелик. Ну, если дойдет, не дай бог, да, чего бы очень не хотелось, я переключусь, те же самые европейцы должны будут задуматься, если, значит, те, с кем мы будем обмениваться такими ударами, не будут существовать, вяжутся-то американцы в этот обмен ударами уже на уровне стратегических вооружений или нет. Я очень сомневаюсь. Не поддавайтесь провокациям. Да будет вера в вашу справедливость и радость великого победы и всего земного народа. Кто провоцирует? Америка! Хотят ли русские войны? У меня в России тоже есть родственники. Когда мы с ними говорим о возможной войне, никто из них ее не хочет. Никто не хочет ни на кого нападать. Все мы хотим жить в мире. Нет ли ощущения, что просто все зашло так далеко, что и той стороне, и этой просто трудно отступить назад? Ну, есть очень много примеров в истории, когда война началась именно по этой причине. Один акт, потом будет ответный, потом будет ответный на ответ. Война может случиться в любой момент. Мне кажется, вот надо взяться за разум и европейцам, и в России. Все должны делать какие-то компромиссы. Вы ведь политик, господин Копра. Да. А не военачальник, которому, если что, вести финскую армию в бой. Так разве не задача политиков пытаться договориться? Не вижу никакой вероятности, чтобы мы по собственной воле начали переговоры с Россией, покуда она будет продолжать вести себя так, как ведет себя в Украине. Победа будет за нами! Путин этот геополитический раунд выигрывает. И, соответственно, или Путин, или даже его преемники, вот они будут думать. 300 лет завоевания Российской империи, псу под хвосту была Балтика наша, стал не наша. В наших руках только готовиться, чтобы мы не были легкой жертвой. Но войны не будет раньше, чем... Ничем. Путин развалится, и больше ничего. Так и следующий российский Путин тоже не будет либералом-демократом. На трон угодит очередной авторитарный деятель. А таким всегда нужен враг. Мы не сможем этого избежать. Новые войны у нас будут снова и снова. Я буду защищать. Я это точно знаю. Я, в общем, буду защищать свою страну, народ. А ты вообще сам видел, что такое война? Война. Неа. И ты уверен, что понимаешь, о чем ведешь речь. Да. ВОСТОЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует...